Что такое портрет? У меня ответ на этот вопрос лишён всякой очевидности. Я давно уже прицеливался к этой теме, мы её так предварительно проговаривали. Дело достаточно жительное, что он всё-таки, видимо, пришёл час расплаты. Надо всё-таки попытаться разобраться в том, что такое портрет. Ещё разбор этот, он важен далеко не чистый, что словеческий. Он важен и богословский. И вот этот богословский момент, если не прямо текст, то как по тексту, как тороплан будет у нас присутствовать. Что же такое портрет? Обыкновенно, когда мы говорим о портрете, о портретном сходстве, подразумевается одна вещь. Что такое портрет? Портрет – это тогда, когда похож. Если изображение похоже, то это уже портрет. Как раз вот этот тезис для меня не обладает никаким достоинством убедительности. Да, это далеко-далеко не так. Ну, в качестве примера «почему не так?» А то, что это от конца, от конца живых. Вот под новым третьим ренуаровский парный портрет неких Шарли и Геодзе Гюран-Уэль. Давайте на него посмотрим, и я попробую в его счет согласительно объяснить. Геодзе Гюран – большой, очень большой художник. Где-то я его люблю. К портретам его отношусь более прохладно, потому что, наверное, его портреты – это портреты, так сказать, низкого ранга. Именно не вообще как таковые, а по критерию портретности портрета. А вот это, это парное изображение, ну, для меня здесь некий такой портретный скандал, что ли. Почему? Потому что, в общем-то, это вовсе даже не портретно, несмотря на то, что он очень похож. Если посмотреть на фотографии этих двух молодых господ, ну да, он схватывает их, так скажем, облик, точнее, очень-очень многих портретов. Но, если вы на него будете смотреть холодным вниманием, может быть, и доброжелательно, как хотите, вы сможете не почувствовать, что перед нами не более чем раскрашенная фотография. Почему? Потому что, в общем-то, здесь, в этом изображении отсутствует тот конститутивный признак портрета, состоявшегося портрета, портрета, который, в общем-то, является, отсутствует личностное измерение. Перед нами не личности, перед нами очень похожие люди, но эта их похожесть не распространяется ни на личность, ни на них, ни на их характер. Это, в общем, ну, как вам сказать, тщетные потуги или это халкуло. Это не портрет. Вот просто в качестве заявки я это первоначально сделаю, с тем, чтобы потом, может быть, и к этому изображению не возвращаться, а, может быть, по ходу дела и вернемся. Так вот, возвращаясь к проблеме, собственно, портрета, да, я бы так сформулировал главную проблему портретной живописи. Если похожесть, как таковая, в портрете ничего не определяет и не делает портрет портретом, то вовсе не означает, что портрет не должен быть похож. Похожесть – это обязательное, да, ну, скажем, первичным языком необходимое, но недостаточное условие. А второе, да, условие портрета, портретной живописи – это то, что портрет является, ну, всего-навсего, тезис второй – художественным произведением. А вот художественное произведение и портретность, они находятся, так скажем, в противоречии неразрешимым. Почему? Я попробую вам пояснить это обстоятельство с ссылкой уже в области искусства не на живопись, а, скажем, на художественную литературу. Знаете, с художественной литературой от века к веку обстоит дело приблизительно одинаковым образом. Если некий автор создает художественное произведение, ну, вот Пушкин создает свой великий первый настоящий русский роман Евгений Онегин. Боже мой, на кого только не указывали, как на прототип Евгения Онегина, современники. И потомки тоже, да. Самое грустное и смешное – это, что несколько человек воскликнули. Ну, среди них, например, приятель Вульф. Это я, это я. Это он с меня списал Амигин, это понятно, да. Но с Наташей совсем было нехорошо, да. Несколько обнаружилось Наташ, который, в общем… Татьяна. Простите, Татьяна. Это знаете почему? Потому что я Наташу Ростову тоже буду говорить. Я такой нетерпеливый. Да. Но несколько Татьян все-таки, да, это коллеги, что это в точности с ним. Но, понимаете, это представление о том, что вот данный писатель списал вот этого персонажа с меня, оно простодушное и оно в корне невинное. Здесь ведь какая логика и какая закономерность? Чем больше портретности, чем, так скажем, не портретности, Чем больше сходство с прототипом в изображении художественной литературы, тем менее эта литература художественная. Я вам просто такой тезис на этот счет могу выдвинуть. Переберите в уме великие творения, да, литературные, и вы не найдете ни в одном из них, ни одного, вот так сказать, портретного. Чем больше похож еще раз, тем менее портретен, тем менее художественен. Художественное, да, это совсем другая сфера. Но, понимаете, когда ты пишешь роман, то ты не только что не обязан делать своего героя похожим на какое-то реальное лицо, ты как раз обязан скорее делать противоположное. А вот в живописи возник такой жанр портретный, от тебя требуют, ну, прежде всего, требуют заказчик портрета, да, чтобы это был я, чтобы он был похож. Ну, хорошо, отвечает ему мысленно, может быть, его проклиная, а может быть, так сказать, с безнадежной внутренней интонацией. Ну, хорошо, я попробую, но только большой, великий художник знает, что чем более шея, более высокого ряда, чем более художественного будет его произведение, тем меньше в нем будет сходства, да, и портретности, то есть похожести в привычном смысле слова. Здесь вот это мощнейшее противоречие, несомненно, присутствует. И вот это противоречие для меня как раз такая сквозная реальность портретной живописи, да. Ну, а если похожесть так давлеет ситуации, так неустранима, то, наверное, можно сказать, что между живописью все-таки и литературой существует некое несходство. Один вид искусства, другой вид искусства, может быть, все-таки, к ним разные мерки и разные требования. Но, знаете, не получается, если ты смотришь на буквальное воспроизведение лица на каком-нибудь портрете, где их может быть несколько у данного лица, то действительно, как художественного произведения, ты обязательно отдашь дань тому произведению, которое менее похоже буквально, да. Потому что здесь на лицо какое противоречие? Противоречие такого рода, что, ну, похожесть, похожесть это все-таки облик. Так, я уже буду немножко играть словами. Похожесть это облик. А, собственно, художественность это образ. И вот у художника какое творческое задание и какова необходимость его творчества? Художник должен предъявить в данном портрете лицо. А художник способен создать лицо, это действительно лицо личных, не вот этого человека, которого он подпектирует, а здесь некоторая загадка, здесь может быть некоторая тайна того, что художник создает некоторое лицо в художественном произведении, да, создаёт его не списывая ни с кого. Он создаёт лицо, которое существует независимо от художника. Ну, самые известные примеры на этот счёт, когда тот или иной творец, скажем, художественного произведения, выражает некоторое удивление по поводу того, как повело герой или его героиня. Ну, наверное, в русской литературе самое известное удивление Пушкина, в одном из своих писем, кажется, Язинскому, тому, что вот как неожиданно для Пушкина повела Татьяна и выскочила замуж за генерала Детанта. Да, вот это совершенно, ну, это, конечно, игровое, конечно, это так, простенько. Сказано, но здесь самое существенное. У художника возникает в его, так называемом, творческом воображении некий образ. А образ – это внешняя выраженность личности, внешняя выраженность Я. Вот если этот образ возникает, он приобретает право на своё собственное существование, и, собственно, художнику остаётся, ну, ничего себе остаётся. Долг художника – это следить за тем, как будет разворачиваться биография или данного лица, да, или его, или некие его жизненные обстоятельства и так далее, и так далее. Главное, здесь ситуация не властна мы самим себе, мы художники. Вот мы создаём вот этот образ, он живёт своей собственной жизнью, и, собственно, тогда только состоится художественное произведение. Но всё-таки я хотел настаивать, что в живописи, и всё разница видов искусства, в живописи тоже самое, да. Создал образ, и он живёт своей собственной жизнью. Но вы скажете, а почему же ему не создать образ вот того лица, который он сейчас вот портретирует? Так вот, образ лица другого, реального художника создать как раз и не способен, потому что в этот образ никто проникнуть не может. Его можно по силу стоить, его можно предощущать, в этом образе можно схватить какие-то его характерные черты. И вот это словосочетание характерные черты, если мне ещё важно, потому что максимум того, что способен выразить художник по поводу вот этого данного портретируемого лица, это его характер. Характер – это, в общем-то, не личность. Если разбирать, скажем, концепт личности, в частности, с богословской позиции, то, конечно, характер – это, в известном смысле, нелищностная реальность в личности. Если человек только характер – это киши пропало. Но вот живопись-то характер схватить способна. Но когда живопись даётся за лицо, ну, не знаю, там, великий тициан, будем сегодня разбирать одну картину, он стремится выразить лицо молодого англичанина. Вот там искать какого-то сходства и даже проникновения вот в эту личность особенно не приходится. А вот с характером всё гораздо проще. Вот это, поэтому характерная живопись, она даётся и не очень большим художникам в частности. Вот это мои предварительные такие заметки и замечания по поводу портретной живописи. А сейчас мы перейдём, так сказать, к экстусу слегка исторического плана. Будьте добры, тогда выставьте все эти штучки, Георгий Сергеевич. Но очень быстро, разбирать не буду, не пугайтесь, что их так много, тем более, что что-то мы здесь уже разбирали практически со всеми присутствующими, из огромного большинства. Ну вот, собственно, тезис такой исходный. Конечно, портретное искусство, портрет, в собственном смысле слова, возможен только в христианской культуре. Только христианство первоначально ощутило, востриняло, поняла Бога как личностную реальность, человек как образ и подобие Божий тоже стал оснащаться как личность. Где личность, так сказать, проклюнулась, там начинается жизнь. И сразу шаги будут медленные, трудные, с откатами, да, и так далее. Ну а вся культура дохристианская, так или иначе, как раз личности не знает, и портретность там, хотя есть такое выражение, как римский портрет, портретность там – это очень условная вещь. В лучшем случае она пробивается к характеру. Но если это характер и только характер, то это, ну я не знаю, тут уже можно по-разному терминировать. Можно говорить, что это еще не портрет, что это предпортрет, что это подступ портрет, а можно говорить, что это портрет такого низшего характерного уровня. Где портрета еще нет? Ну вот уже мне самому надоевший, надеюсь, не только мне, фишец Каи, да. Вот, понимаете, здесь какая линия, что искушает, когда мы смотрим на такого рода изображение? Ну, античная культура. Прежде всего, античная Гресса, да, в общем-то, и им тоже. Это культуры, которые создают образы людей, гораздо менее индивидуализированных во внешнем проявлении, гораздо менее характерных, чем предшествующие более архаичной культуре. Это культура древнего Египта, и можно вручаться, хотя лично я с персоной и знакомым, виду большую разницу в возрасте, но, как бы, знаете ли, готов подбиться об заклад, что он очень похож. Вот эта похожесть, она будет не только в египетской пластике, эта похожесть, она мотивирована одним одним. Это изображение, предназначенное для загробного культа. Это, с одной стороны, может быть память о предке, культ предка, это может быть предъявление умершего в своем телесном облике, для того, чтобы душа его там узнала, обрела. Если он не будет похож телесно, то перспектива очутиться в полях блаженства может быть сведена от нулю. Ну, и действительно, знаете, это очень удобное изображение. Обычную такую телесность они хуже гораздо передают. А я, поскольку Лаури не раз любовался им, готов ручаться, что да, очень близко впечатление от подлинника. Но почему это не портрет, несмотря на внешнее сходство, здесь абсолютно ничего не надо объяснять. Здесь нет души. Взгляд его не просто устремлен куда-то, цепенело. Это тело бездушное, а если тело это живое, то жизнь его вне его. Жизнь его вне его, она в фараоне. Фараон это душа раба, и животворит он не сам себя, изнутри самого себя, а животворит он в некой сакральной инстанции, пребывающей вне его. Здесь нет намека на я, здесь нет намека на самообращенность, и о портретности говорить не приходится, да. Вопрос можно закрыть. Теперь мы так сходу обращаемся к антике, но антично. Возьмем одно греческое изображение, позднее, ионистическое, да. Второе, пожалуйста, да. А потом римское. Ну, знаете, вот мы смотрим на этот портрет, его отборкируют обычно двояко. Более осторожно, как портрет философа. Иногда называют его Синекой. Если посмотреть на другие изображения, на другие бюсты Синеки, ничего с этим не имеет. Поэтому пусть он останется у нас философом. Да, это философ не в традиционно эллинском духе. Это эпоха эллинизма. Видимо, Третье век до Христова. Не в традиционно эллинском духе. Потому что философ он мудр. Философ спокоен, душевно незыблем. Он пребывает в мире умопостигаемого. Когда житейский шум трескучий только отклик, искаженный торжествующим созвучий, вот торжествующий созвучий для него, а житейский шум трескучий его не касается. Здесь мы видим какую-то взволнованность, какую-то душевную взволмученность, какой-то вопрос. Может быть, подступающее страдание. Это очень экспрессивно, выразительно выраженное душевное состояние. Но как-то не относись к этому изображению, в нем, например, совершенно не угадывается похожесть. Вроде бы, черты леса вполне определенные. Это скорее выражение душевного состояния. Это скорее знак философа, который свой философский путь начинает понимать по-другому, как неразрешимо проблемный. Это, конечно, не портрет. Если мы обратимся в душевное состояние, в известном смысле без носителя, без субстрата, без субъекта, если мы обратимся к римскому бюсту, ну, вот один из римских поздних императоров. Сказать, что это портрет, ну да, в отличие от предшествующего, очень похож, здесь легко угадывается некий характер, а скорее даже не характер, а тип характера. Но, собственно, опять-таки, понимаете, это некое душевное состояние, это, по сути, маска, за которое вряд ли кто-то и что-то стоит. Похожесть есть, дальнейшего шага нет, хотя, так называемые, черты характера поступают. Ну, наверное, я его так смотрел в нескольких ракурсах и в музее смотрел, так сказать, в натуре. Да, оно, конечно, заметно меняется. И от освещения, и от того, смотришь ты его вот через репродукцию или реально. Но что я могу уловить как какую-то константу, как нечто устойчивое? Да, конечно, это человек жестокий. Жестокий, жестокий, жестокий здесь поступает. Поворот головы и устанавливать куда-то взгляд, взгляд, да, он вполне угрожающий. И с таким человеком лучше не встречаться каким-то, так сказать, проблемным вопросом. Да, это что-то, вот, от конкретики, скажу осторожно, индивидуального бытия в этом нет. Но сказать, что здесь предчувствие лица, личности, я, ну, нет. Они чрезвычайно выразительны. Ну, бывают эти римские портысы, так называемые. Опять-таки, наиболее выразительные чаще всего они связаны с умершим. Они ставятся у надгробий, и, действительно, за этим стоит тема памяти о своем предхем, обычно богатом и знатном, конечно. Опять-таки, удержать его вот этости. Но вот этость дальше поверхностной характериологии, дальше маски не идет. Это только, да, вот некий аналог портрета, но, собственно, на портретной почве. Убираем, пожалуйста, все выложите мне, да. А вот дальше мы с вами начнем разговор о подступах к портрету. Когда мы говорим про портрету, то надо вопрос от того, что подступы возникают в ситуации, когда разлагается, когда подходит на задний план в качестве явления искусственного иконопись, иконография. Но сейчас я у меня, к сожалению... Ну, давайте все-таки, я не буду тогда погамать Рев Владимировского, одного понтократа, которому мы тоже часто не раз разговаривали здесь присутствие. Конечно, говорить о том, что это портрет, совершенно не приходится, потому что применительно к портрету обязательно надо держать в голове, что портрет – это всегда портрет человека, да. Портрет Бога – это абракадабра, это совершенно непозволительно священное слов. Почему? Потому что, собственно говоря, Бог не уловил, да, ни в намеке на личностное, да, ни в характериологии. Бога в то же время нельзя сделать предметом своей творческой фантазии. Если ты пишешь икону Иисуса Христа, то не значит, что здесь должно быть проникновение в его личность, его личность грандиозная и несоизмерима с нашей. Но мы должны хотя бы эту несоизмеримость, хотя бы эту дистанцию ощутить. А здесь мы ее прекрасно ощущаем. Когда я разбирал эту икону с вами, я как раз обращал ваше внимание на некоторое сочетание в этой иконе надмирности и сверхмирности, обращенности туда, в недоступное нам, несоизмеримое нам, да, в вечность, в Царствие Небесное, я не знаю, к отцу и Святому Духу, это как угодно можно тратить, да, и все-таки обращенность к нам. Есть не просто благословляющий жест, а если мы смотрим на народ, то есть и сочувствие, есть и сострадание. Господь с нами, но взгляд нам подтверждает, что все-таки он еще и судья. В Боге есть вот эта самая бездна Божия, она каким-то образом развязается через его нимб, потому что нимб куда-то наш взгляд уходит, вот туда, где будет вечность, где будет страшный суд, где будет спасение или вечная погибель. И, конечно, когда я смотрю на это изображение, я больше не могу аргументировать в дальнейшем свой разговор, что перед нами, конечно, Богочеловек, это не человек. Икона лишена портретности именно потому, что Богочеловек, а Богочеловеческое, если изобразимо, то он сочувствует совсем в другом смысле, чем это имеет место быть портретом. Ну вот, это касательно иконы. Будьте добры, верните эти все штучки. Да, а теперь мы обратимся к... к предпортретности. Вот он вызревает сейчас, сейчас, сейчас. Итак, для маленькой ремарки. Антонелло де Мессино, художник 15 века итальянский, тот, вот, у него очень много изображений, ну как, где-то около десяти, так, в горизонте моего восприятия. У него около десятков поясных портретов Христа. Портретов, вот я уже брякнул, поясных изображений Христа. Конечно, если художник в 15 веке по-кво-чем-то делает поясное изображение Христа, то исходная точка такого рода изображений это иконографический тип Христа Вседержимия. Но вот здесь и происходит какое-то крушение, обвал иконописи. Поскольку это Христос, то с точки зрения иконописи происходит еще абсолютно недопустимость. С точки зрения живописи все сложнее. Мы видим Христа-страдальца, мы видим Христа-человека, мы видим человека, который принял злак раба, мы видим здесь страдальца, и страдание им, представьте, несоизмеримое. Распятые же Заны при Пантейском Пилате, в этом распятии Заны нас уже почти нет, потому что слишком он включен в это страдание, подступающую к перспективу гибели, и почти невозможность его выдержать. Это Христос, который нас может вызвать в сострадание, наше отношение к нему плачу и рыдаю. Вот если мы сейчас видели с вами Синаевскую икону, то там, собственно говоря, сострадание – это у Христа, обращенного к нам. Здесь мы как бы призываемся к состраданию, а Христу нам подложить нечего. И, собственно, эффект этот достигается, в частности, за счет того, что Христос предельно человечен. Христос – это теперь слишком человеческое, и поэтому Христа уже нет. Но нет еще и портрета, конечно. Лицо индивидуализировано, но это все-таки некто страдающее, это даже не характер, это даже не лицо еще. Убираем, пожалуйста. А вот теперь мы подступаем, собственно, в этот портрет. Я взял двух великих художников, да, нидерландских, Лагила Ван дер Вейдена, еще более, на мой взгляд, крупная величина в 15-м веке – это Ван Рик. Ван Рик чуть позже. Откуда мог появиться портрет, скажем, в эпоху Возрождения, когда иконопись трансформировалась в живопись? В общем-то, попытка Антонелла де Мессина, свидетелями которой мы только что были, это попытка, так сказать, неудачная. Это путь Купикова. Из Христа, из образа Христа Вседержителя не появится портрета, не появится человеческое изображение. Оно появится, оно появится на почве, скажем, донаторов. Донатор – это тот, кто жертвует на церковь, и чье изображение входит в сакральный ряд. Если мы видим Христа Распятого, то вокруг него могут конно или пешо присутствовать несколько иудеев в великолепных одеждах с очень симпатичными лицами, довольными собой. Это будущие портреты. Кто-то из них, это очень редко все-таки, сострадает Христу, но отсюда берутся. Потому что человеческое попадает в горизонт внимания иконописца, изображающего распятия, а потом оттуда его можно выхвать. Вот это изображение, конечно, донаторы бывают точно в такой позе, но здесь выхваченность какого рода? Если перед нами изображение человека, то как бы внутреннего права у художника нет. Изобразить человека просто-напросто только потому, что он человек. Слушайте, он человек, но он же раб Божий, но он же сын Божий по благодати. Если мы изображаем человека, то изображение имеет какой-то смысл только в ситуации обращенности к Богу. Вот в этом предпортрете это выражено. Взгляд его как бы сочетает вот эту некоторую намек на погруженность в себя, а главным образом это молитвенная сосредоточенность. Он сейчас обращен к Богу. Но обращение к Богу совершенно далека от уравновешенности от самообращенности. Обращенность к другому и самообращенность они должны быть взаимодополнительными для того, чтобы возникла какая-то тема личности лица. Здесь его почти нет. Мы убираем его, да? Сейчас обращаемся к великолепным произведениям близких людей герцога Бургунского Филиппа Доброго. Ну, вот для чего я привожу вам этот патрифт. Просто-напросто для того, чтобы предъявить вам уже не молитвенную обращенность, но все-таки это изображение повторяет предшествующее в очень важном моменте. Здесь перед нами изображение того, кто что называется, верой и правдой служит своему блистательному герцогу Филиппу Доброму. Он непреклонен, он решительно сосредоточен, в нем есть что-то, наверное, о чести и доблести, но вот именно в этой своей, так сказать, роли рыцаря без страха и уплёков, в роли служащего своего господина, он только и предъявлен. Он здесь суров, но он попробует задать вопрос касательно этого. Ну, конечно, он суров на службу. Он отстаивает честь и достоинство, да, и благополучие своего герцога. А какой он человек? А вообще-то говоря, как его миссия, его роль соответствует его внутреннему миру, его я, его личность. Вообще ответить на это очень трудно, потому что он весь растворился в своем служении. Служение – благородная вещь. Но пока еще до лица далековато. Что-то от лица будет, но это еще не все. А вот мы, видите, пожалуйста. А вот мы обращаемся к картине Ван Эйка, которая часто атрибутируется, но без, как сказать, без особой уверенности, как автопортрет Ван Эйка. Трудно сказать, дерзнул ли он на такое в 15-м, в середине 15-го века. Но, во всяком случае, консортировать можно. Это уже портрет. Это портрет, так сказать, в первом наброске, это портрет в первом приближении, но портретность дает о себе знать. Конечно, не в так называемой похожести, хотя лицо здесь внятно индивидуализировано. Но здесь уже отчетливо, внятным образом нам предъявлено. Это человек, который обращен на самого себя, который в момент его изображения какие-то счеты с собой сводит, какая-то внутренняя работа у него происходит, и вместе с тем вот эта обращенность внутри себя, она сочетается с обращенностью вовне. Я сам, да, я есть я, и другой здесь уже проявлены. Дальше. Уменьшите, пожалуйста, потом у меня исчезает ощущение. Он, смотрит ли он на нас? Пожалуй, самососредоточенность в нем больше, чем взгляд на нас. Но, видите, очень важная вещь. Потом я еще буду ее касаться. Когда мы видим в портрете обращенность на самого себя и обращенность на другого, очень забавное происходит. Обращенность на другого, может быть, обращенностью к нам, к зрителям, а обращенность на другого, может быть, обращенность к кому-то другому, кто изображен на этом портрете. Это разные эффекты. И это очень интересная сама по себе вещь. Вот здесь, мне кажется, все-таки, да, это обращенность к нам. Он ощущает нас, скорее так, он ощущает себя под нашим взглядом. В нас он не вглядывается. Это тоже разные вещи. Портретированный может на нас смотреть, нас разглядывать, это плохо дело, но встречаться с нами взглядом он может. Этот портретированный взглядом с нами не встречается. Но вот это наше присутствие для него вполне ощутимо. И вот это присутствие нас не цепенит его, не отвлекает от самого себя. Он остается как бытие для себя и в то же время обращен к нам. Вот это и есть портрет, впервые состоявшийся. Ну, впервые состоявшийся под кистью Ванейка. Естественно, параллельно что-то происходило. Все, с Ванейком мы заканчиваем. Ну, ладно, сейчас пройду северный ряд. А теперь я обращусь к одному из, наверное, все-таки трех всего великих художников. Их 16 только германских. Обычно это северный Ренессанс. Для меня это не совсем Ренессанс. Ну, ладно. Вот этот север. Здесь, конечно, для меня самым значимым фигурой является не Дюрер. Дюрера я не разбираю, во-первых, за недостатком времени, а во-вторых, что там слишком много надо говорить «ну». Там слишком много оговорок, и в моем представлении не в пользу Дюрера, великого художника, но с портретами у меня сложный счет. Скандалы с ним сейчас не буду, а вот Гальбейн, более такая чистопородная вещь, мы с вами сейчас чуть-чуть разберем. Очень давно знаком я с Шарлем де Солье, с Сильера де Моретом. Это посол французского короля при английском королевском дворе. Знаете, чуть-чуть, несколько автобиографически. Мне было лет шестнадцать, когда мне попалилась в руки, видим ли журнала вырезанная, вот этот портрет. Я в такой низковый восторг пришел, что, несмотря на опле моей мамочки, я, конечно, сделал его в дурацкую рамку и вклеил его на стене. И года два или три я неотрывно на него смотрел. Почему я об этом говорю? Видите ли, меня абсолютно потрясло. Что меня абсолютно потрясло? Медальон, этот кинжал, перчатки в полный восторг и, конечно, раструбы вот эти вот. Меня потрясла вот эта вечность, вещественность. Она какая-то, понимаете, это не мой, так сказать, вещевизм, как тогда еще в годы моего детства мещанстве. Это восхищение сделанной вещью, да. Но что еще восхищение сделанной вещью? Она, она так великолепна, она так добротна, что в ней, как бы, ну, присутствует душа человека, да, и того, кто носит, и того, кто создает. Это что-то ликование, это какой-то едва ли не райский мир. Ну вот в раю, в моем тогдашнем представлении, наверное, должны были так ходить. Ну, а если мы обратимся все-таки к образу, он, конечно, не отрывен от этого вот всего антураж, да не антураж, это уже как бы и душа выражена здесь, вот этого Шарля де Салье. И вот когда мы смотрим на этот портрет, это действительно портрет, который состоялся в каком, в каком плане? Он действительно уже есть, потому что самообращенность, несомненно, присутствует, и смотрит он в нашу сторону, да, взгляд его нас воспринимает. Конечно, это аристократ, конечно, это такая блестательная фигура, конечно, он полон достоинства, да, но это достоинство так органично, оно, так сказать, мягко из него струится, это вот все человек на уровне такого, так сказать, позднерыцарства. Если мы будем говорить о его характерологии, есть ли здесь характер, да, ну, характер не трудно угадать, есть некоторый такой жизненный опыт человека уже стареющего, человека, у которого вот складка рта, чуть, не скажу горестно, чуть скептическая, да, вот он, конечно же, власть имеющий, это все может быть немножко и от характера, да, но когда мы смотрим на такое изображение, как-то не очень хочется докапываться, у Гальбеина это обычно бессмысленно, не хочется докапываться до того, какой это человек, и это, я хочу подчеркнуть, в моем представлении, в очень сильных портретах, не пытайтесь понять, что это за человек, какие у него, так сказать, черты характера, и даже личностные черты. Вот, важно ощутить вот этого живого человека, вот это лицо, вот эту личность, если ты почувствуешь, что это лицо и личность, самое главное произошло, это же ведь в живом общении то же самое, я не могу вглядываться в другого человека, определяя, что меня в нем волнует, что мне в нем симпатично, или что в нем вот да, нет, я его вижу, я с ним встречаюсь взглядом, все, самое главное, главное произошло, и самое главное, что все это великолепие, внешне выражено, от чего я, наверное, восхитился, сам этого не сознавал, все это внешнее великолепие, оно по чести и достоинству, потому что что-то в нем есть, так сказать, глубоко или глубоко запрятанное, это его внутренний мир, внешним образом выражен, это лицо, это личность. Глубины нет. На вас похожа. А? На вас похожа. Нет. Нисколько. Знаете, это, знаете, есть, в Эрмитаже есть картина, тут такой художник Доминика Фетти, у него есть изумительный портрет актера, да, я его очень люблю, он бесконечно прочувствованно написан, но если вы на него посмотрите, у него есть один иностатор, он уродлив, но, но, ко мне подходит, Наталья Михайловна сидит, ко мне подходит эта самая дежурная, и говорит, ой, говорит, не отличишь. Ну, слушай, я три ночи не спал. Да, вас не очень приятно. Так что спасибо вам, так я и поверю. Ну, лучше на этого быть, по-моему. Ну, я с вами согласен. Да вот не тянусь. Так, убираем, пожалуйста. А вот эта картина, с которой я много раз, что называется, наслаждался, в Германии на галерее, в Германии, здесь она с вами неплохо передана, меня очень волнует этот болотисто-зеленый фон. Да, вот, опять, та же листья, это Бюргер, да, боюсь, что, не без алексотопсических ухваток. И вот, вот здесь, изображается, некто, опять-таки, никакой личностной глубины нет, да, вот, он смотрит на нас, здесь, мне кажется, это читается. Он смотрит не на нас, в нашу сторону, можно сказать, да, кто-то, видимо, вошел, кто-то, кто-то, кто-то его немножко отвлек, или он что-то ожидает от того, кто-то вошел. Обращенность туда есть, но это обращенность человека, как бы, тоже полного достоинства, и себе на уме, у него есть и внутренняя, и внешняя выраженность, да. Но, но Гальбейн, такой уже был человек, такой художник, который, ну, чрезвычайно, большую ставку делал на вот это вот, на всякого рода антураж, на всякого рода обставленность, и она у него, понимаете, настолько великолепна, что диву дашься. Но, это великолепие, это не, не коровье седло. Вот, носители этого великолепия, они, вот, вполне достойны. Они проговариваются через этот внешний антураж. И такое возможно в портрете. А потом все эти вещи, знаете, они какие-то достаточно прозаические. Вот цветок стоит в какой-то там вазочке странной, здесь какой-то прибор письменный, а это, может быть, долговые обязательства, бог знает. Но почему ты глаз не можешь отдавать, слушайте, как хорошо, как все это, вот, кстати, как это все влияет душу. Весь этот, вроде бы, вещизм. И когда мы от этого вещизма переводим взгляд на его лицо, ну, ну, слушайте, да, это, человек живет очень-очень достойной жизнью. Это, характер, опять-таки, у Горбейна, особенно характера, нельзя искать. Вот, фиксация. Я есть в себе бытие, для самого себя, и я есть для вас. Давайте познакомимся, если все хорошо. У меня, в общем-то, и есть. Убираем, пожалуйста. Ну, вот это, как сказать, северное рождение. А вот, а вот дальше, дальше, мы, мы идем туда, в Италию, которую вообще одной нужно было, чтобы посетить, но здесь она у нас представлена минимумом. Да, представлены еще знаменитыми его полотнами. Да, конечно, Вольны Лизы, как же без нее, и Дама из Горностая. Ну, давайте вот, начнем все-таки с Дамы из Горностая. Удивительная, изумительная картина. Почему-то она тратится в музее, как она там досталась, видимо, какому-то польскому эксократу, магнату. Но, вот, Леонардо, это художник, который, ну, вот, вроде бы, великий из великих, вроде бы, да, уж куда выше по лестнице художественных достоинств. Ну, вот, Леонардо да Винчи, художник, чьи изображения людей, лучше за портреты не принимает. Почему? Да, здесь есть нечто все подходящее к портрету. Она это вернулась, она, конечно, не на нас смотрит, кто-то ее там побеспокоил, или, куда-то она заглядывает, вовне, может быть, она вовне, кстати, она не просто на кого-то видит, она кого-то, может, воображает. Но это воображает та, которая, которая обладает уже своим собственным бытием, своей обращенностью на себя. Но, слушайте, все это отодвигается далеко на задний план и снимается тем, что Леонардо в каждом своем изображении, будь это богоматерь, будь это там красавица Фираниера, будь это дама с горностаем, все это одно и то же. Он ищет эйдос. Он хочет схватить, вот, так называемую сущность. А у лица сущности нет, потому что лицо, это я, есть я. Оно самообращенно, оно непередаваемо, оно уникально. Эйдос, это всегда так или иначе взгляд со стороны. Идея оформляет материю. Идея привносится. Идея, это, соотнесена, повторяю, с материи, с вечной реальностью. И вот у него эта вещность, да, она здесь доходит до предела. Нам он так снисходительно подбрасывает кость. Это, конечно, не горностай. Никто не помнит, как называется этот зверек? Харёк. Харёк. Я помню. Ласка. Горностай был заблачен еще в начале 20 века, да, самозванственно. Пусть это будет ласка. Ну, конечно, он подбрасывает нам кость. Давай, грузи. Потому что это же ласка, да. Она держит самую себя, свою душу. Она зверек. Она зверек очень изящный, красивый, но красивость ее очень определенного свойства. Знаете, она из тех, которые вы увидите в живой жизни, вы бы сказали бы, да, странная женщина, что у нее такие плечи опущены, что у нее такое узкое лицо, какое-то лисе или какое еще. Она бы не призвала нас впечатление так называемой красивой женщины, потому что здесь Эйдос, найден этого существа. И Леонардо, Эйдос, способен найти в любом изображении, и его изображение всегда будет изображением прекрасного. Это прекрасное будет, как прекрасно изображенное, а прекрасно изображенное, в свою очередь, продолжено в том, что прекрасно, та, которую он прекрасно изобразил. Все это бесконечно обаятельно. Но вот по поводу лица, лицо вроде бы начинает проступать, и тут же блокируется вот этим самым Эйдосом. это никакой не подходит. Как бы он не восхищался? Убираем, пожалуйста. Ну давайте Мону Лизу. Мону Лизу. Знаете, Монной Лизой так бесконечно восхищались и восхищаются, и не просто, так сказать, на массовом уровне, когда она доходит туда, до туриста, но и достаточно, даже очень серьезные исследователи. Поэтому, если хочешь встать над этими серьезными исследователями, да, каким-нибудь, там, из ученых немцев, Дворжика там, или еще тем, да, ты говоришь, а мне вот она не нравится. Мне кажется, что здесь что-то не то. Ну, она мне не нравится, да. В моей попытке встать над каким-нибудь Дворжиком, я говорю, что это, вообще-то говоря, не человек, да. Когда наш большой исследователь, мой вполне уважаемый Баткин, сказал, что она так же загадочна, как загадочна природа, я думаю, да, блестательный автор, крупнейший наш исследователь Возвождения, но что ж ты такую глупость-то сморозил, да. Сказать, что она так же загадочна, как загадочна природа, да. Ну, скажи, что природа так же загадочна, как монолиза. Ну, болтавня такая начинается, знаете, красоты. Откадий заговорил красиво. Вот. Ну, загадочно, таинственно, но, вот, нас интересует этот портрет. Этого я буду касаться. Мы на занятиях с ответующей группой еще будем подробнее задать, а пока только одно, да. Все-таки, все-таки это изображение маски. Все-таки, все-таки, все-таки здесь, понимаете, такое странное сочетание. Она вроде смотрит на нас, в нашу сторону, или на кого-то, кроме самого себя, самое себя, но никого она не видит. В каком смысле она не видит? И то, что она контуры или облика не различает. У нее по поводу нас какое-то решение, по поводу нас у нее какая-то формула, какой-то вывод. Мы для нее не существуем, да. Это как бы, эй, поди сюда, да. Или, ну-кася, или, как хотите. Нас нет. Но, когда мы смотрим на ее глаза, вот здесь эффект, от которого они никогда не могли отделаться. Оттуда кто-то выглядывает, да. Если оттуда кто-то выглядывает, конечно, маска. Давайте снимем маску. Богиня смерти. А? Богиня смерти. Ну, так уже не бытия какого-то, да. Ну, смерть это уже в углу. Ну, а там что-то вот в пустоту уходит. Ну, это у меня другой вкус. Да. И вот когда мы сверчем с ней эту маску, не беспокойтесь, лица там не будет. А так будет маска. Ее будет снимать, как шутовицы, вот эту самую кожуру, да. И вот это, это может быть и природа. Я не знаю, что такое природа. Леониду Михайловичу Баскову это, наверное, виднее. Но вот какой-то жутью, небытием верить. Портретом это назвать ни в коем случае нельзя. Я думаю, что если бы Мона Лиза посмотрела на свой этот собственный портрет на наших глазах, она была бы очень расстроена, потому что здесь, ну, от этого живого человека нет. Здесь какой-то странный, слово обобщенный совершенно глупо, другого мне не подавляет. Это какой-то странный образ некоего существа, которого как-то и обозначить сложно, да. Меня это прямо видит. Убираем. Убираем. Так же самое классное. Убираем. Убираем. Так. Убираем. Убираем. Рафаэль. Вся только один портрет у Рафаэля. Рафаэля. Это граф Бальтазар де Кастельоне. Знаменитость европейская, начало 16 века. Он написал какой-то трактат о придворном. Он некоторое время пребывал при дворе герцога урбинского Гмедобальда и его жены. И двор маленького, вроде бы, захолустного герцогства в это время был, если не самый блистательный, то самый изысканный в Европе. И вот это его трактат, как раз опыт пребывания в этом дворе. Ну, вот, знаете, вообще когда, такое замечание не совсем кстати, когда Рафаэль пишет свои портреты, у него почему-то глаза недостаточно прозрачные и сильно отдают сливами. Вначале мне это раздражало, а потом я привык, но сливы как сливы. Все равно глаза. Вы видите, они какие-то вот объемно, такие вот телесные несколько, да. Вот это портрет, да. Сделайте, пожалуйста, его целиком. Портрет. Портрет итальянского аристократа, ну, конечно, есть от характера, есть какая-то возренность жизни, есть какая-то легкая усталость, скепсис, есть мягкая доброжелательность, но вся эта характерология будет. Но вот очень важно, вот в этой его чуть скептической сдержанности какой-то великий такт по отношению к другим и, между прочим, к самим себе. Вот здесь вот встреча с самим собой и встреча с другим, она такая тонкая, понимаете? Потому что здесь все-таки проступает встреча с нами. Вот это редкая вещь. Но знаете ли, итальянский граф из 16-го века и я все-таки худо-бедно из 21-го. Ну, как нам встретиться, да? Что мне хочется затылок чесать или поклонам, то есть я не знаю. Но я ощущаю его именно как собеседника. Ну, какого-то не собеседника. Вот если он как-то так смотрит, что мне хочется ответить ему поклонам. Я не знаю, как они там кланялись. Так, и мне кланяться. Или вот так. Но вот что-то, какое-то внутреннее движение во мне назревает, я едва от него удерживаюсь. Конечно, это лицо. Это, безусловно, самый настоящий чистоподобный портрет. У Рафаэля он состоялся. Ну, а теперь мы перейдем к его, к следующему поколению живописцев. Это портрет молодого англичанина. Иногда его как-то бархируют именем этого англичанина, мало достоверно. Кисановский портрет молодого англичанина. Вот он в моем представлении, иногда пишут молодой человек с зелеными глазами, В моем представлении, видите ли, в каком-то смысле, это вот портрет по преимуществу. Если мы будем усваивать портрету личностное, то здесь это личностное выражается в чем? Да, личностное усваиваем, раз, извините, я всегда переливаю, и усваиваем его высоту художественности. Вот эта вот художественность и личностное, вместе взятые, они, в общем-то, должны нам замгнуть уста, если мы захотим сказать, ну вот, да, это конкретный человек, это некий итальянец, который прибыл, простите, англичанин, который прибыл в итальянские пределы. Жаль, что мы не знаем его биографии, жаль, что я не знаю, как его зовут. Нет, в том-то и дело, это как если, знаете, вы будете читать «Войну и мир», и появится там какой-нибудь исторический персонаж, ну, я не знаю, она вроде князя Багратиона, то очень недурно прописан Багратион в «Войне и мире», но только он очень мало отношений имеет к реальному историческому персонату, но у него там он такой, знаете, рубака, такой человек, которому в свете делать совершенно нечего, он там с подносом стоит, который ему дарят в английском клубе, в московском, ему бы на поле, где над ухом пули свистят. Багратион был совсем другой, нет, он был великолепный воин, у него было редкое достоинство мастера реергарных боёв, отступающих, да, это гораздо труднее, чем что-то другое, вот, но он был ловким целедворцем, у него был роман с Екатериной Павловной, с сестрой Александра Павловича, что стоило ему отчасти карьеры, ну, в общем, великолепно прописанный, хотя и эпизодический образ Багратиона, да, его абсолютно заповерено воспринимать как некой намёк на портретность реального лица. Вот здесь тоже никакого реального лица нет, да, от реального лица, как в романе, берётся нечто задевающее, вот это глубоко личностное, да, здесь нет характера вообще, ну да, человек владеющий собой, человек твёрдый, в нём есть уже, скажем так, уверенность в себе, которая станет привычной, само собой разумеющейся по отношению к нудричаниям, где-то в 18 веке, да, вот, здесь, ну, здесь мы ощущаем вот это присутствие живой личности, в неё и не надо вглядываться, да, с ним можно общаться, ты на него смотришь, у меня абсолютно чужое ощущение, так сказать, углубиться в этот портрет, потому что личность любая тайна, любая личность, как она воспринимает самую себя, она только она так себя воспринимает, и у меня вот от такого живого контакта, от его восприятия, ну, иногда прямо почти восторг охватывает, но надо же, но надо же, настоящее лицо, настоящая личность, и больше, да, большей высоты от портретной живописи я не жду. Ну, вот это, спасибо, сделайте, верните, пожалуйста, вот это о портрете вообще, вот такой моей скороговорочкой, да, а дальше я совсем немножко хочу вот такую вещь проговорить. Видите, портрет, он очень легко делится, так сказать, по жанрам или под жанрам. Есть портреты официальные, да, есть портреты, скажем так, приватные, есть собственно личностные, вот мы сейчас видели собственно личностный портрет, а меня очень волнует в этой связи, скажем, портреты так называемые официальные, иногда их называют по-разному. На самом деле это тоже высокое искусство, на самом деле они тоже проговаривают нечто о лице и личности, больше никогда ни кем не проговаривали. Чтобы немножко компенсировать эту свою мысль, я бы здесь выбрал три изображения, Ван Дейка, Веласкеса, те самые, ну, видимо, я все три мысли разобрал. Давайте хотя бы две возьму, одну Веласкеса и одну Ван Дейка. Очень много портретов писал Веласкес короля Филиппа IV. Филипп IV правил, это последний король испанского великодержания. Его сын Карл, несколько лет, такой юноша, уже болезненный, почти ничего не сказать, уже весь прямо-таки, знаете, такая вот травинка на диком ветру, которая вот-вот сейчас развалится. Вот, но это король Филипп IV, это последний государь испанского великодержавика, при котором еще Испания хотя бы внешне свое величие удерживает. Человек абсолютно заурядный, да, и никакими злодействами, никакими там утехами сверхнормативными не отличавшийся, как мог, выполнял свою королевскую роль, не слишком себя утруждая, большую часть своего правления он отдал всю конкретику властвования и управления графу Герцогу Оливаресу. И вот как раз такой Филипп сделал великого Веласкеса, одного из двух величайших испанских художников наряду с Эльгрето. Веласкес сделал своим предлогным художником, что делает ему огромную честь. Но, понимаете, это и огромная честь для Веласкеса, потому что его портреты Филиппа абсолютно замечательны чем? Тем, тем, что изображается живая личность с сочетанием самообращенности и обращенности к нам, и тема миссии, тема избранничества, тема того, что он христианейший король. И вот если портрет официальный, в чем-то может быть официозный, это всегда портрет величия, на крайний случай величавости или великолепия, и вот в этом величии, величавости, великолепии может исчезнуть все, что касается личностного измерения, но у Веласкеса этого не только что не происходит, а здесь, как бы сказать, маленькое чудо, потому что именно официальный портрет оказывается способным в этом Филиппе обнаружить вот это личностное ядро, вот это его я. Потому что если вы посмотрите на портреты Филиппа, я с вами много смотрел, которые принадлежат кисти художников, ну, в Испании в этом не было много художников первого или второго класса, но все их изображения Карла, они или слишком человеческое в нем берут невольно, там его сколько угодно, да, или же это маски, или это поза, да. Ну, а вот, а вот Веласкес, Веласкес сумел нам предъявить, можно показать его голову, пожалуйста, попробуйте. Вот Веласкес нам предъявил человека, вот по поводу которого, понимаете, совсем никакого хода нет судить о том, зауряден ли он, да, или в нем есть что-то, вот, от этой самой незаурядности, от какого-то из ряда вон выходящего бытия, потому что я, например, перед ним, так сказать, почтительнейше склоняюсь. Почему? Потому что это, вот здесь Бога присутствует точно, да, потому что говорит Богу, не молитвенно склоненно, так подсчетно, благочестиво, у него взаима живое ощущение того, что, пребывая здесь, он еще пребывает в том мире, где он ответственен перед Богом, здесь он перед своими подданными не отвечает ни за что, он король, в абсолютном смысле, да, но вот его, как бы, отъединенность от всех нас, его пребывание вот в том мире, где он и Бог, оно, оно явно ощутимо, да, и если действительно что-то от взаурядности, в нем все-таки можно выглядеть и усмотреть, ну, Бог с ним, тем выше его достоинство. Он, он с высоко поднятой головой, несет вот эту, ну, тяжесть, обременение, трудность, и величие своего сана. И это, собственно говоря, сама способность к величию взаурядного явно человека, это же, конечно, даже не характерология его, не характер, так называемый, который он говорил, а это самое вот глубокое такое проникновение в его личность, ну, в личность особенно непроникнуть, да, и его вот эта задумчивость, его счеты с собой, они же каким-то образом еще очень тяжелые и опасные в том смысле, что он особенно наедине с собой и остаться не может, потому что он всегда и везде король, в самом, да, в самом точном смысле слова. Он всегда и везде, не принадлежит себе и только себе. и если такое возможно, ну, да, это очень тяжелый, сильный опыт личности. Ну, и теперь мы посмотрим еще одну Ван Дейк. Ну, вот, Ван Дейк, знаете, если, по моему счету, брать из двенадцати художников самого первого ряда западных, ну, просто не было в этом еду никогда, да, то, конечно, Ван Дейк из них единственный, кто все-таки вот в это свое величие художника вошел как портретист. Как портретист, и, соответственно, вроде бы нам надо было как следует выглядеть своего портрета, чего, конечно, у меня никакой возможности нет. Это Элен Гремальди, да, генуэзская аристократка из графского рода. Портрет этот, один из довольно длинного ряда изображения генуэзской аристократии самого высокого класса. И вот странный этот портрет, понимаете, мы почти не видим ее фигуры, потому что она вся укрятана по самые уши вот в это свое черное одеяние. Лицо ее, полубородик нам, да, мы не видим ее, так сказать, фигуры, сложения, у нас только вот кончики рук и голова без шеи. Но вот это портрет, конечно, официальный, конечно, это портрет парадный, конечно, где-то у них там в их палаце, а вы видели его в Элен Генуэзской палаце, это что-то совершенно грандиозное, да, вот где-то в этом грандиозном палаце висит этот портрет. И, ну, а что от него требовать? Ну, высшего ранга художественности, да, как ни странно, он здесь и есть. И эта художественность, в общем-то, того же, ну, если не калибра, то того же ряда, что и вот на портрете Веласкеса. Она способна быть, так сказать, аристократкой до кончиков ногтей. Она, вот будучи упрятанная во все, во весь этот антураж, во все эти одеяния, во всю эту обставленность аристократической жизни, жесточайшим образом нормированной, она, да, она, в общем, не маска, она не макеет, не кукла, она, в общем, живет и дышит. Оказывается, лицо, возможно, и такое. Опять-таки, понимаете, выиграть ее характер, ее настроение. Нет. Несмотря на весь официоз, на всю втянутость и подтянутость, да, обламленность всем аристократическим, нет, с ней ничего не делается. Это лицо, это личность. Вот это самая сложная задача в изображении Ван Дейка, который он решал в таких случаях официозных портретов. Другие портреты давали больше простуна для изъявления личности. Ну и здесь она сохраняется. Убираем, пожалуйста. Да. Ну ладно. Караваджо. Караваджо был приглашен в конце своей недолгой большей жизни на Мальту. Там двух линий, в начале радушно, Гроссмейство. Но Караваджо была такая личность, что не рассориться наслед с тем, с кем он долго общается, для него внутренне невозможно. В конце концов, быстро закончилось тем, что он беру оттуда дал с этим Мальту, чтобы вообще уцелеть. Ну, в разгарах, так сказать, взаимоприязи написан этот портрет. Портрет. Ну вот тоже, понимаете, в этой портретности заполненность заспеки, изумительной красоты, невозможной, да, всю жизнь меня искушавший, явно миланские работы, лучшие мастера в Милане жили, если они 200-300 лет на Западе, если хочешь настоящие заспеки, конечно, заказываю в Милане. Вот. Но вот здесь, здесь, да, передано очень сложное, некое такое душевное состояние, и в этом отношении он где-то, наверное, балансирует между портретной живописью и чем-то другим, потому что перед нами вот эта самая живая личность в момент, не в момент, а, может быть, на этапе своего жизненного пути, живое ощущающее, несмотря на все это вот мощно, все это выраженное, да, ощущающее, что его время заканчивается. Он в портрет в полутне, Паш, который стоит с его шлемом, только подчеркивает, что его время подходит к концу, он смотрит куда-то туда, да, что будет потом, он уже и шаг, может быть, в направлении того, последующего сделал, да, и вот эта, необыкновенная сложность его душевного движения, она не отменяет жесткость, может быть, жестокость, может быть, высокомерность, да, но вот смотрите, его поворот его головы, его взгляд и мощная рука, которая держит этот жезл, они контрастируют с некоторым неуверенностью. Да, это, наверное, все-таки скорее прописано очень сложное душевное состояние. В этом портрете, может быть, он недостаточно концентрирован вот, собственно, на лице, в него вглядывается художник, пожалуй, слишком спекулятивно, да, ну, и, так что, это как бы что-ли, ну, портрет на гранишке. Ну, вот мы с ним заканчиваем. Я все-таки должен с вами один, очень-очень коротко, 22-го года, да, одно слово. Нет, вначале тот, пожалуйста. Вот посмотрите, один портрет, автопортрет, это автопортреты все. Да, один автопортрет Рембранта, а потом, еще раз покажите, второй. Если мы на них посмотрим, то скажем, что здесь он уже, конечно, хорошенько в возрасте, уже пожившийся, а здесь лет через десять может быть написано. Ну, вот, меня всегда поражало, что это портреты очень-очень сближенные, да, что они написаны, ну, приблизительно в одно и то же время. И смотрите, какой, каков опыт Рембранта, как патриотиста, наверное, в плане личностного измерения, это самый большой живописец, хотя, видите, я вам совсем набираю внимание. Смотрите, какой интересный, интересный опыт. У Рембранта, ведь, да, это такая мощная, глубокая, сильная, да, бездомная какая-то личность, лицо, который, который непрерывно пребывает у себя и с самим собой. Ему даже никакая задумчивость не надо. Он вроде бы смотрит в нашу сторону, все-таки, наверное, на нас, да, вот такой, какой-то завороженности, обращенности на себя мы непосредственно не ощущаем. Но, сила взгляда, но вот такая, вот эта личностная состоявность, там настолько себя дают, что, что не надо это никакими дополнительными художественными средствами обозначать. Но здесь, вот, ну что я хотел ваше внимание обратить, у него бесконечное множество портретов, и он постоянно варьирует эти портреты. Он где-то с двадцати двух лет до конца жизни себя изображает. И в этой изобразительности нет и намека на вглядывание в себя наподобие Дюйлова, да. Неужели это я? Какой же у него нет такого, знаете, вот преувеличенного, доведенного до какого-то уже страсти, по пути насмотреться на себя, что ли. Вот этого нет. Он смотрит в себя, он видит в себе человека, он и есть человек, Эки Хома, он смотрит в себя вместо и за нас, можно так сказать. Вот в этом взглядывании есть вот очень интересная вещь в данном случае, понимаете. В общем-то, Реманок не был человеком, скажем так, аристократической повадки. Он был бюргером, таким голландцем, но вот здесь вдруг проступают черты дворянско-рыцарственные. Здесь мы видим человека, который, ну, готов противостоять ей жизненным невзгодам, здесь в нем что-то, знаете, от того, кто со шпагой ощутимо. здесь настоящая, мужественная, мужественная, да, вот эта готовность по данным со стукнув пленок о пленок, все это в нем есть. Это такой, сильный, человеческий тип. Это, это личность, которую, можно сказать, она, конечно, бездонна, там много чего-то схвачено, но, может быть, может быть, Рембрандт самое главное в себя схватил. Да нет. Следующий комплект. Ничего он не схватил. Нет, нет. Нет. Ну, слушайте. Ну, что это, а? Ну, как же это такое, бездобрали? Ну, что ж ты, да, Рембрандт, жил-жил, тебе уже за 60, по тем временам древний возраст. Ну, и это все, да, ну, что, ну, износился ты, ну, что, много вкусных блюдо-прекрасных невольност, ну, что, ну, что вот ты так вот, да, можно же было по-человечески прожить. Вот какие-то, такие, понимаете, вдруг выступают, это, конечно, это в себе явно форсировал, что-то здесь он, что-то здесь он, особенно, да, подчеркнул, но, но, видите, вот в этом, у него сейчас, кстати, уже близко, но вот, вот в этом, есть что-то более глубокое и сильное. Во-первых, я отмечу, что вот так не зафиксируют портрет, даже автопортрет, даже великого художника, не зафиксируют эту личность, не надо, да, не надо стремиться вообще к тому, чтобы портрет был похож, скажем, во внешнем и во внутреннем смысле, бесполезно, да, и вот здесь совсем-совсем другой портрет, и совсем-совсем другое настроение души, но, но с силой тонкости вот бесконечной, потому что, вот когда он смотрит на нас, у меня никогда не покидает на то же ощущение, он смотрит на нас, ну, не просто, ну, вот я такой, да, ну, вот, жив, жив, а чего, он у нас смотрит, ну, что, вот так, да, вот, и все мы такие, да, и что вы на меня смотрите, чего вы радуетесь со стороны, вглядываясь вот в это, в меня вот такого, ну, вам ли судить, да, ну, я вот так, да, я буду отвечать перед Богом, да, давайте сами с собой ставите счеты, а мне, как бы, ну, я себя, так сказать, раздел, я себя вот так вот пределил, без всяких покровов, и без всяких, там, прихорашиваний, я говорю, мне не страшно, потому что это я и такой еще, и вот эта цепь, даже поздних автопортретов Рембернда, мы увидим, что эта цепь действительно портретов, и что это не портреты Рембернда, нет там Рембернда, да, потому что он не схвачен, раз и навсегда, своей существенностью. Что? Как будто бы раскаяние или покаяние, такое вот взглядство. Да там, понимаете, там какая-то бездна, да, и раскаяние и покаяние, но потом, да, такая, что у нас сегодня выпить, да, это вот туда. Его автопортреты называют беспощадными. Да. Ну, понимаете, Наталья Федоровна, в чем не точность этой беспощадности, а в том, что предъявляя себя нам таким, он нас тоже не щадит, он тебе заявляет, да, а ты, а ты, если я такой, покопайся. Убираем. Вот, Ну, ладно, еще два из таких хороших. Значит, Серова, нашего русского художника, может быть, самого большого, очень любого. Ну, это вот, например, блистательная, хрестоматийная, как у маленького художника Васнецова, кто там, да, как там, эти самые, видите, нет, он его, три богатыря, так вот мы привыкли, что у, у, этого, Серова, конечно, девочка с персиками. Я ее помню чуть ли не на учебнике русской литературы в 3-м, 4-м, 5-м классе. Ну, просто до боли зубов вроде бы надоело. Я, действительно, очень долго продирался к ней, чтобы вот это все испохабленное, да, как-то отодвинуть. Но картина совершенно изумительная. Картина, конечно, ну, словечко, конечно, лучше пореже говорить, гениальная. Но портрет ли это, да? Ну, вот, знаете, великий художник изображает, да, вот эту девочку, эту самую Веру Мамонтову. Я потом вглядывался в ее фотографии, что-то в ней портрет и есть. На фотографии, правда, относились уже к ее и юношескому, и молодому, и детскому возрасту. Так вот, так вот, портрет ли это? Понимаете? Это, скорее, тема детства и счастья сначала. Это детство и счастья твоё. Ну, в моем деле, да? А я не могу сказать, что у меня это, вот, оно существует иначе, чем в каких-то глубинах моей памяти. Ну, да, все это всплывает, все это восходит. Это детство счастливое, это детство беззаботное, это необыкновенно живая душа. я сам Силов жаловался, что она на чуть-то сумасшествие не далёк, что у него было 30 сеансов. Силов писал медленно, да? И вот она вся сидит, уже, так сказать, на пределе, не на пределе, а слегка изнемогает, потому что ей надо где-то носиться, а он всё ещё её держит. И взгляд у неё такого, очень живого, юркого ребёнка, да? Такого бесёнка. Ей бы сейчас скакать, но, видите, Валентин Александрович такой почётный госту Савы Мамонтову, ну, как он уже её выпарит, наверное, если она уйдёт. Вот она здесь сидит со своим банком. Вот эти персики, она сама персик, да? Ну, вот и такая жизнь персик, это поздняя, русская поздняя дворянская такая жизнь. Вот отсюда её шкодливости, как хорошо приступает господи. Какие у неё мягкие, нежные эти чёрные волосики. Ну, невозможно. Хочется по головке погладить, так сказать, ну, что никто тебя не обижает, да кто тебя обидит, да сама кого хочешь. Вот. Это всё есть, понимаете? Но сказать, что это портрет, ну, нет. Это, как бы, да, это лицо, это личность, но, так сказать, до портрета, до вглядывания вот это с человека, оно, конечно, не добирается. Ну, не всему великому изображающему конятную персону быть таблетом. Нобираем, пожалуйста, и уже точно последний. Пропускаю. Ну, давайте посмотрим, как кажется, автопадем. Это начало второго, второго. Такие разностные возрасты. Наконец-то настоящее искусство, да? Ну, вот известная вещь, период розового и голубого сменяется вот периодом кубизма, да? Это такое нечто промежуточное. Вот я как-то всё насчёт богоприсутствия особенно не говорил, ну, больше за методом времени, чем за долгами чувства. Так вот, понимаете, портрет, ну, конечно, мы сейчас смотрели классику, мы смотрели изощрённую, тонкую живопись, в ответ, конечно, это как забор красит вот в такой технике. Ну, да, это позиция художника. Он великий художник. И рисунок у него изумительно точен, да? С цветом он, конечно, работает гораздо, не знаю, слабее вес, свет его не так привлекает, как форма, как линия. Они у него гениальные, в общем-то, да? Вот. И если он, так вот сказать, нарочито, да, упрощён, доведён до полного примитива, ну, за это что-то стоит. период, вернее так, давайте, это изображён человек, как при всём гротеске, сходство с самим, с самим, вот, как раз и есть. Но, портрет ли это? Ну, вот, вся эта смещённость, да, всё это, всё это, менее всего, мы можем воспринимать в плане вот этой, так называемой, похожести, которая в будущей поверхности, будущей обликом, а не образом, всё-таки, обязательно, да? Но, почему можно так пренебречь этой похожестью? Потому что, перед нами, понимаете, ну, как сказать, мы привыкли у Ницше, Бог умер, да, но Ницколько человек умер, человека больше нет. Вот эти, вот эти, какие-то, огромные, открытые глаза, они, как бы, вот, понимаете, ну, что, если бы, если бы он глядывался в бездну, нет, в них уже отражена, отражена пустота, да, это встреча с ничто, это встреча с тем, что уже, и не, и не завораживает, и тем более, не ужасает, вот, рот у него, это же неинтересно прописан, рот еще хранит некоторую растерянность, но это вот такая наступающая точка того, как пустота смотрится в пустоту, это конец, это конец портрета, это конец живописи, да, вот на этой веселой ноте, я, наверное, закончу, да. На самом деле, эти портреты, в кавычках портреты, я уже рассматривала с Олегом Евгеньевичем, из первого курса магистратуры, они уже их видели, но, мой некий доклад, это же желание поделиться тем, что я увидела, что я открыла на армитаже, в главном штабе, и этот ряд изображений был связан с о философии Шопенгала, как раз по теме наших занятий. Можно Вам повредить? Франца Фон Ленвах, во-первых, и я буду... Это не автопаркет? Автопаркет, да, оговоренность. И вот автор-повед художник Франца Фон Ленвах, это конец 19 века, общество приходит немного задевать начало 19 века. Немецкий художник, как раз в стиле моего выступления, немецкий философия, фунгалок. Вот появился такой художник, который творил свое время, и его, о чем я говорила, называли одним из самых известных портретистов своего времени. Он написал очень много немецких 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 людей по его времени, сдавал их портреты. И источник, который я находила, и искусствоведы, и вообще разные его страдки, его биографии говорили о том, что он мастер реалистического портрета. И это очень сильно подчеркивалось, и я хотела понять, что это такое в их понимании реалистический портрет. И когда я рассказывала первому курсу администратуры о том, что я вот открыла, что мне так понравилось, и интересно зацепило, я повторяла портрет, портрет-портрет. И сейчас, конечно же, когда Петр Александрович залвал тему и вообще разобраться, что же есть такой портрет, портрет-портрет, я понимаю, что все, что я показывала магистратам Олегу Генчу, все совсем не так, забыть не все, что говорила, никакой это не портрет. Но есть какая-то зацепка, которая нас ведет, то есть это не портрет, но желание портрета, я бы так сказала. Вот мне кажется, что в художнике присутствует желание создать портрет, но не совсем. Вот, собственно, автопортрет его, автопортрет опять же в кавычках. Мы видим человека, который смотрит не на нас, но вот у него взгляд вдумчивый, он смотрит вперед, о чем-то он задумался, что-то его тревожит, несомненно. И лицо, и его облик, волосы, борода, в общем-то, и фон, заданный в одной, как будто бы в одном цвете, тональности. Ну вот, чуть ли не нежели, что волосы, остальное, в общем, как-то вот так вот он с фоном сливается. Ну, в достаточно молодом возрасте он изображает себя. А дальше идет следующий портрет, портрет его дочери, на котором мы остановимся немножко подробней. По Марьелам Микатериевым, да. Это уже... Юля, просите меня, я вас приглашаю. Так, вы договорите, пожалуйста, почему это не совсем портрет? Автопортрет? Да, автопортрет. Мы просто струнливаемся. Ага. Почему это не портрет? Потому что то, вот я сейчас буду говорить, наверное, то, что вот мы проговаривали, потому что встречи, вопрос встречи. Он с нами встречается? Нет. Скорее, нет. Он вот как-то присутствует отдельно. С самим собой он встречается? Ну, вот, опять же, вопрос. И да, вроде бы и нет. Он задумчив, он сматывается в будущее, пытается смотреться в будущее. Ну, вот, насколько у него получается, тоже большой вопрос. Как бы ему не совсем разглядеть себя, да? А вот не разглядеть, и даже и от фона, может быть, ему где-то очень сложно было оторвать самого себя от фона, в который он погрузился. И тут, опять же, есть некая связь Шопенгауэра, но, может, это сегодня не было. Ну, извините, давайте тогда. Да. Можно вернуть? Да. Можно вернуть? Да, и вот это его дочь, которую я обнаружила в автопаде первого этажа. И вот я остановилась около нее и... А, кстати, так и называется для выражения портрет. Вот его так и назвали. И вот сейчас, и не только сейчас, и вот до семинара, я смотрела на него и все больше понимала, что, в общем, это, конечно, никакой ему портрет. Да, и не человек, наверное, и изображен. И я отсылаю это изображение на скромные лизии. Вот сейчас скажу почему. И вот молодая юная девушка на темном фоне. Вот он очень густой темный фон. Вот слева разве что есть что-то, что-то вот светлое, может быть, обещаю, которое было в голубом небо, может быть. И она сидит, видимо, полу сидит. На чем? Непонятно. Опоры у нее нет. Ну, может быть, это камень, может быть, это земля, вот она присела. К дереву ли она прислонилась спиной, да, ну, в общем, непонятно. Спину она держит, наверное, относительно прямо, но непонятно. И вот после общего фона логично вглядываются детали. И вот детали. Вот мы смотрим на ее руки, которые я обращала внимание и ранее. Вот какие-то страшные руки, они какие-то вот лапки скрюченные, серые, как полупрозрачные. И фон-то, вот особенно рука, левая, ее левая рука, уходит в этот вот фон тоже. Как-то вот все очень, очень странно. И этой рукой она, в общем, даже и сцепиться уже, как будто бы ни за что не может. И плечи, вот у нее была белая накидка, видимо, на красном платье. Вот накидка-то уже серая, и что-то как будто за плечи фон назад ее утягивает. И бледное лицо. Ну, это контраст с фоном, конечно. И бледное лицо, как маска. Почему я вспоминаю в этом смысле Морна Лиза? Потому что у нас тоже был, Петр Александрович сейчас нам рассказывал, что есть ощущение маски. Вот светлые волосы, они вроде бы что-то отсылают к ангельскому. Вот голубые глаза, мы видим, что вот голубые глаза, но дырочки расширены, они темные, и есть ощущение, что вот через эту маску для нас тоже что-то смотрит. Вот что это ничто, и что оно нас смотрит, и что оно с нами заигрывает, что вот как бы я есть, но вот или этого ничто нет. и это все выражено, как будто оно прячется за маской, за формой этой девушки, маленькой девочки. И ощущение очень тревожное, потому что человека нет, повторюсь, в море он нет, и вот ничто, ничто ее поглотило, ничто не проступило, и поэтому, конечно, я перед... извиняюсь, что я повторяла портрет-портрет, Алика Евгеньевич перед вами. Да, тогда, когда первый раз я показывала. Конечно, это не портрет, но есть ощущение, что это отец пишет свою дочь, и вот он настолько честно ее пишет. Видимо, и художник, он понимает, что все-таки он пишет раз, говорит, что вот моя дочь, она принадлежит ничто. И, конечно, вот мне на самом деле очень... Я почему в «Ромитаже» на самом деле очень сильно впечатлилась, некое впечатление и делюсь, не хочется. Ну вот ощущение, что нет, ну вот что-то же должно же ее вытащить. Пусть это не портрет, да, но пусть это что-то от портрета здесь же должно остаться, не может же просто вот взять и ничто поглотить наш мир. Но божественное присутствие здесь, в общем-то, очень сложно найти, наверное, и я вот не нахожу, сматриваюсь и каждый раз убеждаюсь, что нет. Все-таки вот не находится то, за что можно было уцепиться, за что изображение можно было назвать сапретом, и, в конце концов, там оправдать, может быть, такое изображение. В целом, как-то так я хотела это выразить. И я, когда смотрела, я того времени художников и впечатления... И вообще получилось понять, что такой портрет, и очень много читала разных цитат, что вот портрет оставляет для нас мертвых живыми, как будто. И вот на эту тему было очень много различных, в том числе известных искусствоведов и, в принципе, людей не чуждых изображительного искусства, вот таких вот мнений, я понимаю, что что-то не то. И происходит какая-то путаница. И что значит заменить мертвых живыми? Это понятно, что здесь какой-то совершенно происходит обрыв в христианском опыте. То есть если вот сегодня, в 20-й век, есть потеря... Потеря, как будто бы христианский опыт истончается, уходит. И это выражено и философией, и живописным рядом. И действительно портрет... Как будто бы... Такой портрет, вот мы видели, или он притворяет Пикассо. Пикассо, он совершенно грубыми, вот действительно, такими линиями, как вот Педро Сальч сказал, покрасить забор. И здесь вот таки художник вот вырисовывает. И действительно есть ощущение, что вот девочка красивая. Возможно, какая-то красивость ей и мешает, или мешает нам, или мешает мне поверить, что не что-то поглотило. Никакой портрет в этом невозможен. То есть ни христианского опыта портрет невозможен. Повторяюсь. Вот примерно так. Юлия, пожалуйста, про губы забыли. Они очень красивые. Да, вот губы усматривала себя действительно губы за мной. Вот они выделяются. Они... Вот... Если... У меня не очень хорошее изображение. Опять я сделала, даже живое. В главном этапе. Вот они красные, но вот ободок у них, он бледный. Он как будто бы вот начинает бледнеть, и эти губы, вот они, будучи сейчас яркими, и с которой вот есть, да, сочетание с платьем, все-таки вот бледнеет, и лицо уходит внутрь, и она станет этой вот совершенно бледной маской. И еще есть ощущение, что вот чуть-чуть, чуть-чуть, или уже даже там мы видим вот эту вот улыбку Монолизу. Вот уже вот как будто бы вот сейчас Монолизу мы снова увидим. То есть не Монолизу, а то, что это ту же маску, за которой прячется нечто. Вот. И это все очень какого-то такого одного ряда лица. Маски. Маски лица. Вот как. Знаете, у меня, может, я не знаю, чек, конечно, мне кажется, что она, это вывод, может высасывать из меня что-то этими губами. Или уже из кого-то высасывать. Да. Что она вообще-то не чуждо питанию такому здоровому, понимаете? Но, ну да, это какой-то парадитизм как-то. Да. Что-то она забивает тебя. Что-то забирает, да. Ну и действительно ведь что-то от небытия, что-то вот от этого, оно же не существует своими силами. Да. Оно существует только потому, что возможно что-то живое. Да. И вот в этом смысле этим и только возможно питаться. Хотя тут много было сказано о том, что ренессансный портрет это в целом не до портрет, и... а я все-таки я собираюсь разбирать, я увидела в лобре, и он меня поразил. Поразил он меня... Аня, давайте предъявим вам все-таки. Какой скажите? Вы раскладываете, вы раскладываете, вы не можете. Оно значительно темнее, и все то, что проступает фоном, здесь достаточно хорошо и ярко, в том числе голубое небо, оно сильно притушено, и... не просто потому, что картина потемнела от времени, так, видимо, и задумывал художник. Ну вот, я решила обратиться именно к этому портрету, потому что он меня смутил именно своей непортретностью, и... а также и тем, что среди портретов эпохи Возрождения, как мне кажется, он сильно вбивается из общего ряда, ну, как минимум тем, что... первое, на что я обратила внимание, это, конечно же, портрет не представителей аристократии, естественно, не парадный портрет в этой связи, а... итальянские живопильцы, как правило, все-таки в портретной живописи обращались к образам представителей аристократического сословия. Здесь мы ничего этого не найдем, и это не просто исключение для Франчи Биджера, именно портреты людей, так сказать, среднего класса, среднего сословия, которые он и писал. В чем легко убедиться? Пожалуйста, покажите остальные. Какие? Ну, вот, начиная с первого. Это портреты ювелира, портреты рыцаря, портреты среднего сословия, возможно, это какие-то конторщики, адвокаты, врачи, и тогда, тем не менее, ну, так или иначе, это не портреты знати. Верните, пожалуйста. И, поскольку это не портрет знати, не портрет знатного человека, тем самым, и, как мне кажется, и выявляет этот портрет в человеке нечто иное, чем должен был бы выявлять, если бы художник обращался к образу человека из аристократического сословия. Ну, тут, по ходу того, как я говорила, мне пришло в голову еще один момент, ведь не просто художник обращается к образу своего, к образу того, кого он портретирует, но также какое-то движение есть со стороны самого портретируемого. Естественно, Франча Биджи писал эти портреты, в то время так было не принято, я писал их не потому, что ему так того хотелось, но он писал их на заказ. Получал заказы от людей незнатных, но, видимо, достаточно состояний, которые могли позволить себе иметь портрет. Но если человек знатный заказывал портрет из каких-то завительских целей, и, в том числе, ренессансный портрет демонстрирует именно нам, в том числе, почему он не является портретом, демонстрирует именно представительские функции, то в портрете вот таком среднем нужды в представительских, собственно, функциях нет. А значит, и что-то он может в человеке схватить иное, без вот этого пышного, бесконечно обаятельного антуража, который свойственен для портретов эпохи Возрождения, портретов знати. Здесь мы видим перед собой человека достаточно просто одетого, непонятно, конечно, к какому именно сословию он принадлежит, чем он занимается, но явно он имеет какую-то профессию, о том, что этот человек простой, мы можем просто судить по его одежде, она такого незамысловатого кровя, лишена всяких украшений, и сам он не несет на себе никаких украшений. И, наверное, вот такие вещи, они как бы не отвлекают внимание зрителя от лица, это самое интересное. Обращает он на себя внимание тем, что не только тем, что мы с этим неизвестным молодым человеком никак не можем встретиться взглядом, взглядом мы с ним действительно не можем встретиться, как бы мы к нему не проходили, а тем, что лицо какое-то бесконечно живое и при этом все время вскользающее. Здесь много говорилось о том, что монолиза от нас вскользает, а вот это, вот мне так кажется, это тоже монолиза. На самом деле, поскольку и встречи у нас, как у зрителей, с этим молодым человеком не происходят, не только потому, что он на нас не смотрит, а именно потому, что мы не можем уловить выражение его лица. Да, он смотрит куда-то в бок, в сторону, он даже не погружен в себя, да и в целом мы выражение его глаз не можем уловить, потому что глаз их не видно. Их не видно не только на репродукции, их действительно не видно в оригинале картины, они оказываются в тени. И глаза проступают как в такие провалы темные, что уже накладывает особый отпечаток, зловещий отпечаток на его лицо. Ну и не говоря уже о том, что сам он оказывается в тени и заслоняет собой весь окрестный пейзаж, поступает такая вот тьма в его облике. Она, собственно, и делает его образ таким вот зловещим. Не знаю, может быть, на присутствующих этот портрет произведет другое впечатление, но вот на меня он произвел именно впечатление такое. Я решила, что, может быть, это вот такая неудача творческая художника, что вот так получилось, а другие портреты у него иные. Но, видимо, Франчо Биджо он был прозвом не случайно, это его прозвище, а не имя. Означает он как мрачный Франчо. Пожалуйста, покажите другие работы. Я хотела бы обратить внимание не на портреты, его, а на его религиозные работы. Религиозную жуткость. Вот раз, пожалуйста. Стелла Мадонна с младенцем и Иоанной Крестителем. Картина очень странная, и, как мы видим, здесь Мадонна облачена в темной одежде. Темной, почти черной одежды. Выглядит это так же зловеще и, видимо, какую-то общую тенденцию в творческих художниках отражает. А если мы, чтобы уж окончательно всех напугать, покажите, пожалуйста, следующий, пятнадцатый. А это благородствующий ангел. Да. Ангел в черных одеждах, с черными крыльями и с темными синяками под глазами. Черный голос. В общем, все черное. Не хочу сказать, что вот характер художника, его какое-то видение мира особенно наложило отпечаток на его и религиозные работы, и на его портреты. Но, тем не менее, вот какие-то такие моменты проступают. А теперь, пожалуйста, вернитесь к портретам. К портретам. А, в горе. И я хотела бы обратить внимание на некоторые другие портреты в Франче Биджере. Их сохранилось очень немного, поэтому, конечно, очень трудно судить о том, действительно, художнику свойственно такая некоторая зловещесть изображений человека. Но, тем не менее, что-то по ним можно уловить. Я бы посмотрела вот этот портрет и вот этот. Большинство его портретов не подписаны в том плане, что мы не знаем, кто именно на них изображен, и это не странно. Но здесь та же, собственно, та же самая тенденция в изображении, оно производит несколько зловещее впечатление. Однако здесь уже не лицом, а тем, что в портретах раньше Биджера явно не давалось. Это изображение рук. Они производят впечатление очень странное тем, что непропорционально короткие. это не единственное такое изображение, изображение рыцаря тоже на такое встретим. Ну вот, а руки всегда художник помещает на передний план. Они у него несут какую-то особую, смысловую нагрузку. И, в целом, вместе с фенусоморчным фоном, с выражением лиц портретируемого, они вот создают такое достаточно, не сказать отталкивающее, но зловеющее, пожалуй, почти. Мы совершили вместе с Юлей путешествие в Эрмитаж, главный штаб, да? Вместе с Анной Сергеевной путешествие во Францию, Глубур. Небольшое. А у меня есть тоже небольшое, как будет делать, а не путешествие. Но для контраста, для начала я все-таки начну с иконы. Хотя, нет, наверное, сначала я скажу, что тема выступления – это встреча в аконе и в портрете. То есть, самое главное, почему существует портрет – это встреча. Наверное, сначала для контраста, просто покажи, пожалуйста. И вот всем известна икона, совсем не хочу ее разбирать, но и просто делать акцент, что… или просто, как бы, обозначить, что, конечно, перед нами мир божественный – это Бог, образ Бога, как иконы. И таким образом мы, конечно же, сразу обращаем внимание, когда предстоит Богу, молимся Богу, встречаемся с Богом, в посредственном условии, выделяется в первую очередь глаза. Глаза, ну, у нас было понятно, но, наверное, все-таки в центральной первую очередь глаза. Здесь каждый из нас, наверное, может сказать, что, вот, ну, так вот, они глаза смотрят прямо на меня, да, прямо… Понятно, что не только, но все-таки. А вот, например, школьники, вот, даже самые-самые умные в одиннадцатом классе, например, у меня, в первую очередь смотрят не на это, а говорят мне, что это вовсе не… акцент делают на том, что это вовсе не человеческое существо, потому что они смотрят на то, какой вот не очень красивый силуэт здесь, что и какие-то уши совершенно странные, вообще это даже не человек. Я просто это говорю к тому, что все-таки мне уже, наверное, какой-то опыт такой особый, чтобы понимать, что такое икона, что такое образная икона, что такое личность, да. Для простого человека, школьника даже, очень умного и хорошего и отличника, это непонятно, это недоступно, это неясно. Это можно как… какое-то усилие или какой-то опыт другой иметь, церковный, молитвенный и так далее. И поэтому, наверное, портрет… И поэтому портрет, наверное, более удобен, что ли, для нас, чтобы понять, что такое как бы личностное, да, для простого человека. Наверное, можно показать… Теперь следующее… Вот основное мое сообщение, наверное, будет поэтому… То, что вот мне хотелось сказать по поводу встречи. И все-таки небольшая история, добавляющая вот портрет. Это портрет кисти Рибера и Диагерин Синовский. Ну вот, однажды на уроке у девятиклассников у меня возникла такая ситуация, очень щепетильная. В самом конце урока одна из… одна из девятиклассниц вот в конце урока, вследствие хода разговора на уроке, сказала, «Ну как же, Надежда Николаевна, ну вот я-то уж точно знаю по биологии, что мы все люди, что я человек и точка». И я как-то вот так вот иногда прихожу в некоторое замешательство, потому что сразу совершенно не знаю, как отреагировать, тем более осталось до звонка буквально некоторое количество минут или секунд. И я вот все новогодние праздники и рождественские провела в таком совершенно, ну как бы, в таком вот ощущении от этого урока недоговоренности и вот такого вот ответа, вот человек, да, что же мне делать, что же дальше на следующий урок мне приносить. И вот Диаген Синовский у меня как-то очень спас, потому что он мне так, мне кажется, помог. И на следующий урок я принесла им вот этот девятиклассникам, вот этот портрет Диагена Синовского. И, ну, он, конечно, этот урок прошел, ну, блестяще, можно так сказать. Таких уроков редко когда, редко когда такие уроки у меня случаются. Я думаю, благодаря вот как раз этому портрету. И тому, что на нашем уроке присутствовал Диаген Синовский в какой-то степени. Действительно присутствовал. Но дело-то в том, что все это я веду этот рассказ к тому, что вот я так держала такого размера изображения перед первой партой, на задних партах были выданы изображения. И один маленький, один девятиклассник прямо перед его лицом я держала вот так вот этот портрет. Он смотрел прямо на него вот, как сейчас смотрит на вас. И самое главное вот сейчас и будет. Он очень смущался, вот он прямо вот передо мной на первой партии сидит. Очень смущался. Как-то даже несколько раз отвернулся. И я, ну, даже, ну, даже... И такой говорит, ну, он же смотрит прямо на меня. Вот прямо мне, прямо, прямо на меня. Несколько раз это повторил. И вот это вот смущение. И мне кажется, что здесь самое главное в течении на моем уроке. Вот это самое встреча. Встреча именно этого, да, изображенного на портрете со школьниками. И здесь, наверное, даже и добавить, ну, как добавить, есть с чего. Но самое основное именно в этом. Именно в том, что случилась встреча. Вот он даже смущался под его взглядом, да. Вот у него была такая... Вот своя личная встреча, помимо меня, помимо других учеников, встреча с диогеном, синопсом. Потом в какой-то момент у меня возникло большое смущение. Некоторый вопрос, как бы, разрешимый-неразрешимый. Но, я думаю, ну как же, Хосеппе, Дерибер, испанский художник живет здесь, нарисовал этот портрет в 1637 году. А диоген Синопский живет в 4 веке до Рождества Христова. Соответственно, почти 20 веков их разделяет. Соответственно, этот портрет Синопский и диоген Синопский. И понятно, что он не рисовал портрет диогена Синопского. Но вот у меня было живое ощущение... А можно вернуть общий план, пожалуйста? Живое ощущение того... Нет, тут именно с виду. А. Живое ощущение того, что именно диоген Синопский вот был с нами, именно с ним встретился этот девятиклассник. И мне кажется, личность мне как-то все-таки Рибер схватил диоген Синопского. Но и не только тем, что вот у него как положено диогену фонарь, не только тем, что он так смотрит, как бы действительно ищет, да, знаменитая диогена Синопского, я уже не сказала, наверное, все знают, но если кто-то подзабыл его знаменитая «Ищу человека». То есть людей-то много, а человека-то и не найти. И вот он днем с огнем ищет человека. Поэтому изображает его всегда с фонарем. И Рибер, мне кажется, очень удалось передать вот этот взгляд поиска, встречи. Вот он прямо, если другие портреты просто как-то по-разному смотрят, да, соотносятся со зрителя, но он как будто бы даже почти что настойчиво или даже уже почти что безнадежно в последней попытке встретиться, найти, увидеть человека, где же он все-таки, как же мы с ней встретиться. И при этом изображенный на портрете явно и устремлен внутрь себя, и в этом поиске устремлен на нас, к нам, зрителям, да, в надежде встречи. И, ну, что было невозможно для нее есть. Потому что все-таки эта картина новоэропейская уже живопись. Я взяла картину, как вы видите, сегодня русский автор только у нас Серов прозвучал, немножко девочка с перциками. Для меня русская живопись воплотилась в трех 15 авторов Писеров, Коровин Константин Алексеевич и Зубин Михаил Александрович. Вот трех авторов, которых я готова вынести. И Шишкин, конечно же, да. Как его Иван Иоан Сергеевич, да. Коровин, когда писал этот портрет, в это время изображенного, надеюсь, все узнали, это Федор Иоаннович Шаляпин, да, было 40 лет, и он вспоминал этот портрет, когда в своем некрологии, посвященном Шаляпину, назвал его любимцем и посланцем Аполлона. И вот через это аполлоническое начало Шаляпина я попытаюсь немножко сказать, что же такое портрет в данном нашем случае. Понятно, что портрет может привлечь, вот это совсем для меня неинтересно, какой-то своей такой декоративностью, живописностью, живопись, это ей самое главное достоинство живописи, да, или живописность. Портрет может привлечь, если даже он немножко скверно выполнен, узнавание, как, оказывается, выглядел тот или иной человек. Или вот такой действительно встречей, сегодня это слово очень много звучало, где пространство полотна дает возможность встретиться не только тебя, зрителя, с художником, но еще и с изображенным. Дело в том, что для подспорья своего выступления я прочитала совершенно замечательные стостраничные воспоминания Коровина, написавшего этот портрет, о Шаляпине. Они больше 30 лет были знакомы, поэтому для него Федор Иванович это вот та звезда, которая действительно взошла на, боже мой, на Олимп русского искусства, которого он считал возможным назвать Аполлоном. И что же это за Аполлоном у нас с вами получился? Залитая светом солнечным комната, Аполлон, да, это бог света, бог солнца. Праздничные летние дары на столе. Вино, что там, видимо, вода, фрукты, цветы, разумеется. И сидящий в такой вальяжной, свободной и одновременно немножко артистически выверенной позы человек в белом костюме, хочется сказать, в белом одеянии Аполлона, да, весь тур сверкающий, куда-то смотрящий, видимо, что-то глаголищий. Надо сказать, что сам Шаляпин, обожая этот портрет, говорил, что он очень старался, он сделал, он делал здесь себе улыбку. И от художника это не ушло, потому что ему не просто хотелось Шаляпина запечатлевать вот как делающего себя, постоянно играющего, ты же актер, ты же театральный деятель, но еще и потому, что Шаляпин действительно постоянно нечто себя предъявлял, себя предъявлял как актер, как артист, как, в общем-то, как художник в своей жизни. Значит, мы видим здесь человека... Если бы это был портрет в том смысле, как сейчас предшествующие говорили, выступающие, то мы могли бы очень детально рассмотреть его лицо. Здесь этого не дано, но поверьте мне, я надеюсь, что вы увидели в другие портреты Шаляпина, даже в фотографии. Это высоченный, очень статный, соразмерный человек с красивым лицом, с пригожим лицом. Но лица которого лучше, видимо, не стоило живописно изображать, ибо вот эти березые ресницы, какой-то такой несколько, простите, господи, рыбий взгляд. Поэтому его, для того, чтобы представить его натуру, его фигуру, его нужно дать, я имею в виду фигуру как человека достойного портрета со своей особенностью, со своим достоинством во всем его росте, во всем измерении. А человек действительно был награжден достоинствами всякого свойства. Он, боже мой, если кто-то не слышал никогда Шаляпина, тот никогда не поймет, что голосовое пение оперное – это действительно дар Божий. Шаляпин умер в 1938 году, поэтому записи его, кто никогда не слышал, они есть, их в интернете несложно найти. Его голос делал из него совершенно культовую фигуру. Он страдал от почитателей, почитательниц. И вот этого рефрена, звучащая в воспоминаниях Королина, фраза, что здесь жить нельзя, в этом полотне снимается. Здесь он живет. Вот здесь, по моему впечатлению, он, при том, что он делает себе лицо, он утверждает себя. Аполлон ли он? Ну, Аполлон вообще-то из казанских, да, не скажу, что бедных слоев, но не аристократии и не нобилитета. Тем не менее, да, мужик, но присуществившийся в некий такой действительно образ времени. Образ времени. Полотно писано в одиннадцатом году, значит, ему здесь где-то около сорока лет. Это Виши, Франция, поэтому он на гастролях, он и принимаем не только в России, но и здесь. И какие приемы для изображения вот этой вот барственной, аполлонической натуры Шаляпин использует коровин? Посмотрите, вот он сидит на стульчике. И такое ощущение, что это просто какой-то детский стол, он ему маловат. И вот тут, когда я в это... Да, у него ноги куда-то туда вот вместе со столом уходят, но он действительно могуч. Но вот его коровин, тут у меня вопрос, он его несколько как бы скукожить хотел? Или это имело место вот тот случай, который был в моей жизни, когда один слишком умный человек на мое замечание по поводу портрета незнакомки Крамского. Помните, она сидит в повозке, я говорю, какая дама. Он говорит, какая дама, да посмотри, сидит на кончике стула. Сидит с вызывающей улыбкой, да она порвеню. А коровин занимает собой все пространство. Так что для него стульчик это что-то такое совершенно маленькое. Вот я третий раз упоминаю это слово аполлонизм. Я понимаю, что совсем не христианский взгляд на изображенное. И тем не менее, живопись у коровина, вот это аполлоническое начало Шаляпина, мне кажется, что именно вот в этом портрете запечатлело, насколько это вообще возможно в русской живописи раз и в начале 20 века два. Вы знаете, совсем до сравнения, наверняка все помните Кустодийский портрет Шаляпина, где вот он в такой малахайке стоит, там вот люди, какие-то маленькие снежные горки. Ну такой фанфарон, из мужиков ставших бурчуком. Коровин снимает все вот эти тяготившие до конца своей жизни прошлые корни Шаляпина и дает вот нам такого, понимаете, как хотите. Ну вот, пожалуй, все. Здесь изображаются люди, которые, в принципе, не могут быть, как я еще часто звучал, как портретируемыми, да? Это фотографии моего земляка и приятеля, эстонского фотографа Бориса Синицова. Лет до 45 он был охотником, вот, и действительно убивал животных. В смысле? Потом он, как пришлось, начал фотографировать их животных. Фоторужьем. Да, фоторужьем, совершенно верно. И вот его какие-то, что ли, привычки и навыки фотографий животных, они позволили ему, конечно, перейти к портретам людей. Да, и его, может быть, и прошлая охотничья, так сказать, жизнь тоже этому способствовала. Потому что, когда у нас современная художественная фотография, вот, как же такой жанр-потрет на фотографии существует, это обязательно какой-то замысел, да, это обязательно какая-то постановка очень часто и так далее. А он в нее фиксирует вот так, как птицу, знаете, как что-то попадает в центр. Вот, я начал это делать достаточно недавно, это фотографии, фотографии с праздника преображения. Вот он мне недавно прислал, я подумал, почему бы не показать их здесь, теми семинарами какое-то отношение, мне кажется, а именно прямой эмирик. Вот, это фотографии Селомяевской церкви, да, это маленький город, который был заселен, действительно, из крестьянского и самокранического сословия людей, да, которые там занимались, конечно, не крестьянским трудом, а неким производством, но по духу остались теми же, да, вот. И, может быть, здесь как раз происходит событие сейчас, да, вот мы, я все пытался частично реабилитировать крестьянское сословие, да, после статьи Ильи, да, крестьянство или христианство, и сейчас мне кажется еще больше, что спасительным для нас является крестьянство ему, да, а не те персонажи, которые в таком православном гламуре изображаются. Вот, вот эта женщина, она, скорее всего, свечница и еще кто-то, еще состоит ее жизнь, а ее можно как бы так вычислить. То есть это внуки, это огород, да, это посещение магазинов, болтовня с соседками и так далее. И если что-то такое попытаться выявить во всем этом многообразии, как бы, ну, бытийное, то здесь, наверное, получится. То есть получится такой же провал, да, такой же, вот, как бы, сказать, если не ничто, но некая проблема, которая никак эту личность не центрирует. Ну, вот праздник, да, вот она в церкви, вот она с Богом, вот тема встречи сегодня звучала неоднократно. И как она встречает, вот, случайно, как бы, вернув взгляд, она занималась, может быть, этот воск от свечей убирала, и группа увидела, что ее снимают. Вот, 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 она смотрит достаточно, ну, как бы сказать, не испугана, там, да, никакая психологическая деталь здесь не выявляется, да, она вдруг смело, как бы, да, смотрит на того, кто встречается с ней, но делает она это не потому, что она такая, ничего у нее для этого нет, кроме внуков и огорода, вот, ну, потому что вот она сейчас в церкви, она сейчас с Богом, да, и здесь, здесь этот момент присутствия, да, Бога присутствия выявлен, и именно он, как бы, собирает вот ее в некий образ, да, который, ну, собственно говоря, иным образом получить невозможно. Таким образом увидеть ее, где бы то ни было еще, нельзя, в соотношении с чем бы то ни было иным, да, это будет другое. Может быть, я что-то придумал, да, может быть, это не то, может быть, вы увидите, что это все такое, какая-то ерунда, да, пожалуйста, я такой смелый человек, вот, предлагаю вам подобное, подобное решение. Это, это портрет, а по поводу фотографии портрета теперь, да, мы вот сейчас, когда говорим о художнике, приписываем художнику слишком много, да, в плане том, что вот он каким-то образом выявил, передал и создал фактически, да, когда изображение является продуктом его собственного творчества, по большей части. И тем самым, как бы, онтологическая сторона, да, в его деятельности, она всегда почти преувеличивается, если, да. Вот фотография, это, так сказать, такой, такая, как коллектива смирения, да, для творческого порыва, потому что она выявляет то, что, собственно, не человеком заложено, что уже есть, но есть, как что-то такое, меняющиеся кадры, которые очень трудно зафиксировать. В какой-то момент человек становится портретом самого себя, вот, того, да, что сопровождает этот характер, там, жизненные события и так далее. Но есть некая точка этой бытийности, да, которая, как правило, пропускается. И вот она вот этим фотографам, она, в данном случае, зафиксирована. Пройдет мгновение, да, и она обратно вернется к своим подсвечникам или еще куда-то, и это пройдет. Но это есть, она присутствует, она наличествует, да. И поскольку жизнь ее бедна, да, и ничего в себе не содержит, то вот вдруг проявляющиеся моменты бытия, они, как раз, собственно, и заявляют о себе вот такой какой-то яркостью убедительности. Но время мало, сейчас я не буду вас мучить, особенно другим. Давайте перейдем к следующей фотографии. Да, что у нас, вот сейчас, да, вот это, это, сказать, была, условно говоря, свеченица. Вот это причастие, причастие во время праздника преображения, ну, или другие, или другие по существу. Она у чаши, да, вот со сложенными руками. Смотрит она, скорее всего, на чашу. Ну, смотрит ли она на нее, да, вот так, как на предмет. Есть он на предметах? Нет. Конечно, чаша все и создает. Благодаря чаше она и здесь. Благодаря чаше все и случилось. Но она, киркут, вдруг увидела и себя, да, она встретилась с собой. Вот она просто есть. Вот, и почему здесь, вот, смотри, богословский момент, наверное, следует как-то выделить. Потому что, конечно же, она не знает, кто она такая. Конечно, только Бог один знает ее, да, но она чувствует, что Бог знает, да, что Бог ее видит. И через это видение она начинает быть в этом мгновении, в этом присутствии. И взгляд туда, к чаше, да, одновременно есть взгляд вовнутрь и в собирании. Это же вот не ритуальный жест, да, а сложенный перед причастием руки. Вот я ес, Господи, да, вот я здесь присутствую. Опять скажу, пройдет мгновение, это закончится. И что станет с ее лицом, трудно сказать. Она войдет в этот, да, в обычный круг. Она начнется в болтовня с соседками, когда она начнется в обыденной жизни. Но она-то, оказывается, есть все-таки, да, и когда-то будет тем самым, да, потому что она есть. Перед Богом она окажется. Здесь нет ничто, здесь нет небытия, здесь есть человек, есть личность присутствует, да. Это задача портрета личностная, да, как было сказано. И для этого художнику надо быть до 45-ти охотником, да, а потом фотографировать животное. Для того, чтобы не было. Потому что вот современные попытки фотографировать, это еще, знаете, что это ведь русские эстонцы. Они уже 25 лет существуют отдельно, да. Вот я специально немножко листал интернет, чтобы увидеть фотографии вот этих храмов, да, богослужений. У нас это все какое-то, знаете, вот наш народ за Сталиным идет. Это вот все, да, и просветленные лица, да, какая-то устремленность, да, это абсолютное доверие батюшке, который, да, дичь, вещает. Вот, и все. А здесь нет, где батюшка? Он есть здесь, в храме он присутствует. Понимаете, служба без него невозможна. Но он не виден здесь, но он есть, да. Вот этот момент. Еще давайте уже просто, ну давайте вот это вот так, коротко очень. Да, ну хорошо, это на свечном ящике сидит. Видите, здесь, что в Эстонии происходит, я не соврал, это, так сказать, цена в центах, и 1 евро 10 центов стоит. Чего? Что, кто не доволен? Европейские цены. Дорого, да, дорого, дорого, конечно. Дорого. Платила свободу. Да, у нас еще можно в 15 рублей, да. Вот, ну чем еще можно, наверное, женщина торговать? Да чем угодно, под семечками, да. Но ведь она здесь совсем другая. Ее функция, да, как-то связана с ее личностью. Она вот продавая, действует, здесь действие не разрывно с ее бытием, да. Как и в первом изображении действия, как причастие, да, оно одновременно и есть состояние, развитие состояния бытийного, да. И вот здесь тоже. И потому смотрит она не так, как смотрел бы на того, кто покупал бы что-то другое и так далее. Вот это действие, одновременно торжественное обретение устойчивого такого бытия. Это к начальству. Арсений Павел Александрович, можно короткое значение? Ну, че ж нельзя. Посмотрите, как изящно и одновременно деликатно она держит руку. Вот, как-то странно представляешь, что... Да, очень осторожно как-то, да, вот что-то сдвинуть. Вот, да, очень. Это наше, крестьянское, действительно. Да, нас спасительное и настоящее. Потому что, вот, вернулся... И еще последнее, просто... Есть, есть. Последнее, все нормально. Вот, вот они все вместе, но никакого, да, устремления за вождем, да, никакого умиления от присутствия епископа, понимаете? Да, ничего нет. Есть, каждый, как смотрит в сторону, да, да, ни на священника, никуда. Вот, я тоже что-то посетил в этот момент, да. Она тоже... И вот, каждое из этих изображений, это лицо, да. А если есть лицо, значит, есть и личность, да. И личность, это не утверждается по некому, знаете, вот такому правилу, который... И по отбору. Вот, ты, давайте, вот эти личности, да. Она даруется, она от Бога, и что она именно от Бога, и с ней всего становится в церкви. Но в церкви, которая находится в определенном месте. Потому что и церковь тоже можно испортить. Ну, все, наверное. Пожалуйста, пожалуйста. Калебре Евгеньевичу нет вопросов. Ну, если мы сегодня выявили, что такое портрет, да, и не согрешали часто в этом, то, стало быть, портрет есть некий, так сказать, способ видения, да, вот, схватывание. Человеческая реальность. Да, человеческая реальность. И фотография открывает эти вопросы. Я благодарю вас, что вы выбили эту тему на тему урока, они некая соотнесенностью с другими, к актуальности перешли. И вот фотография послана тоже нам Богом, не зря. Вот, а для того, чтобы мы что-то в самом главном решили, а не просто для развлечения. Еще, пожалуйста. Вот, меня поразили первые две фотографии сходством с кламанской живой. О, точно. Первое лицо, с одной стороны, они такие стертые лица, с другой стороны, очень, как бы, солидные. Я вот не знаю, можно сказать, значительные, солидные. Если у них есть такая вот ручность, крепость, основательность. Вот, а вот в этой, второй, вот прямо точь-в-точь, это фламандская чисто, опрятность платков этих, платок белых. Там они именно вот такие белые. Больше я таких белых нигде никогда не видела. И я думала, что их и не бывает вообще в жизни. А вот они, оказывается, есть. С натуры списаны были, значит, явно. И лица тоже такие, с одной стороны, стертые, с другой стороны, действительно, вот у Брейгеля похожие лица, крестьян, такие грубые, основательные, и в то же время куда-то вроде устремленные, вот, чего-то очень жаждущие и хотящие. И с этим возникает вопрос, ну, вот с фотографией вы, Олег Евгеньевич, рассказали и утвердили, что это лица и портреты. А вот когда я смотрю на портреты этих пожилых женщин и пожилых мужчин в фламандской живописи, вот у меня возникал вопрос, портреты ли это, потому что они все так друг на друга похожи. В общем, портрет женщины, портрет пожилой женщины, портрет старой женщины. И как ты даже не очень видишь разницу между пожилой и старой, между там женщиной и пожилой женщиной. Какие-то они все, ну, и настроением похожи, то есть вот и крепость, и основательность у них одна. И вот, во-первых, тогда вопрос, все-таки у меня так вот он и остался неразрешенным, они в фламандской живописи портретили. Извините, а какой фламандской живописи? А высокостепенных художников. Подождите, подождите, фламандская или нидерландская? Фламандская заканчивается в шестнадцатом, фламандская и голландская начинаются в семнадцатом, да? Фламандская? Фламандская и голландская, да. Конечно, живописи, да, но вот в конце-то концов у меня, у меня ощущение, действительно, что там, в фламандской живописи, это не совсем портреты, а вот здесь это все-таки, видимо, благодаря тому, что они в церкви, здесь возникают движения, по крайней, не знаю, я боюсь, что тут ждать, но движение к портрету, по крайней мере, обозначено явно. Вы знаете, сейчас Олег Деменевич будет говорить, просто, что значит голландская, это, 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 рембург, говорить не о чем, но есть еще Францхальц, вот надо смотреть Хальца, вот так по памяти, мне, наверное, сложно судить по этому, да, а если говорить фламандцев, ну, какой-нибудь пионер, там вообще говорить не о чем, да? Нет, ну, здесь, как-то сказать, самое такое. Рубинс, Рубинс, очень отдельный разговор, там так намешано, что вот просто, в общем, понял, что... Ну, вот, я просто отталкиваюсь от этого определения, да, что личность, да, где есть личность, да, где человек вообще есть, да, как это угодно его можно называть, там есть портреты, так? Я просто следую вот тут. Указание было четкое. Да, указание четкое, да, и те, кто нарушил, сегодня был наказан. Переметание. Да. Там же беременность, так сказать, не начали. Пожалуйста. Вот действительно, там где личность, есть портреты, но при этом, когда последний, вот, у Петра Александровича был Пикассо, он как бы выражал собой как раз конец портретов, в жилописи, да, когда вот, ну, именно конец портрета, а получается не конец человека. Портрет оказался возможен, но невозможен в юности, но возможен в фотографии, потому что личность осталась, она почему-то перестала... Выражать себя... он не пошел, да. Вот это просто мне прислал, посмотрел он, прислал мне в последнюю свою фотографию, что он никогда не занимался. Я вспомнила Брейгеля, здесь же портрет старухи, когда вот он внешне очень некрасив, скажем так, но она, у нее возведены глаза, и она молится, и она тоже в платке, вот в таком же, и тут время, значит, не имеет значения, в портрете нет времени, есть личность, да, да, но и обращение к Богу, и в этом смысле вот такая связь вот с этим лицем. Меня уже пошатывает, но я мало что еще скажу. Понимаете, тема фотографии в таком смысле очень важная. Когда мы смотрим на картины, я вот начинал с Венуаровского, и говорил, что это просто раскрашенная фотография, потому что есть фотография, есть фотография, но вообще сам этот фотографический метод, он же способен действительно пойти по вступам живописи и выразить то, на что живопись махнула рукой. И вот, покажи, пожалуйста, вот это, Геннер, первый, покажите, пожалуйста. Да. Вот мы... Что и что? Первое фотографии. А, не с первой фотографии. Да, даже и Дарембург. Да, вот. Вот фотография, в принципе, способна стать портретом, но с каким уточнением? Вот здесь действительно... Наверное, что я немножко проговорил. Вот здесь действительно не та женщина, виновная, там, с именем какими-то признаками, характером, фамилией, что хотите. Здесь из нее сделана такая вытяжка, которая, суть, не только она. Ну, во-первых, действительно мотив предстояния, она перед Богом, а во-вторых, здесь действительно это уже ее, но это то, что из нее надо вытягивать. Это действительно, в этом смысле, произведение искусства. Это не ее фактичность, это не она сама, вот в нашем обычном смысле. Вот она, это существо, которое между нами ходит. И это действительно, она вполне личностная, и она это портрет. Сколько портретов не является портретными, а это портретно, да, потому что здесь есть лицо, здесь есть присутствие кого-то третьего, да. Это все вполне может быть под портретной живописью. Хотя фотографию лучше разбирать отдельно, многое область. Ладно. Значит, вот на этом мы с вами заканчиваем, наконец-то. Еще последнее. Очень круто. Мы просто сокрушаем, что же церковь старушеча была. Старухи ее спасли, когда-то, да, при сеговской власти. Вот, и они продолжают ее спасать. Ну да. КОНЕЦ